в заявку на майский турнир Большого Шлема Роланд Герас. Об этом пишет сегодня коммерсант. 16 апреля, как вы знаете, в 83 регионах России пройдет акция «Тотальный диктант». По оценкам организаторов массовой проверки на грамотность в этом году достанут двойные листочки более 150 человек. Во многих регионах перед диктантом проходят специальные занятия. Подтянуть свою грамотность можно на онлайн-курсах от организаторов «Тотального диктанта». Аргументы и факты публикуют несколько видеоуроков «Тотального диктанта», которые подготовлены в 2016 году. Ну и также они опросили филологов, какие правила надо непременно повторить в ночь перед 16 апреля, ведь вы будете готовиться именно в последний момент. На дорогах Москвы установят больше камер, фиксирующих движение мотоциклов. Об этом пишет сегодня новое известие. Установлено будет еще 60 камер. Их общее количество в столице увеличится в 2,5 раза. Таким образом, сейчас на дороге установлено 40 таких камер. Они отслеживают скорость передвижения мотоциклов, выезд на выделенную полосу и на обочину. А, кстати, в Лефортовском тоннеле начался пилотный проект по фотофиксации автомобилей с выключенными фарами. 8.37 – это был обзор печати. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва! Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 апреля, сейчас 8.38. Это Дарья Кнора. Доброе утро. Доброе утро. Я до сих пор в шоке. Ты понимаешь, Даша? Ты ввела меня в состояние шока. Вот 8.36 примерно. Это со мной случилось. Ну, конечно, Дмитрий, Юшер. Спасибо, спасибо за этот ликбез. Ролан Горос. Ну, конечно, надо как-то договариваться. Действительно, вот уже из Сарова даже нам пишут, называют тебя американской шпионкой. Да. Ты понимаешь? Да, я не учила французский. И это всего за один Ролан Горос. Господа, ну, имеют же право люди не знать, как называется Ролан Горос. Нет, не имеют. Ну, правда, не имеют. Ну, хорошо. Давайте, где Даренко? Он готовится. Он сейчас, в данную минуту, я думаю, направляется в сторону... Куда? В сторону гостиного двора, я думаю. Да, я тоже так думаю. Или в то место, где собирают людей, которые через несколько часов будут разговаривать с Владимиром Путиным. С Владимиром Путиным, да. Сегодня прямая линия с Владимиром Путиным. Это будет в 12 часов. Рассчитывайте на 3 часа. Будет здесь у нас в эфире тоже трансляция. Поэтому все вопросы вы услышите. Начнем сейчас, пока еще не началась эта прямая линия, с того, а вы собираетесь вообще за ней следить? И еще. А что вы помните о предыдущих линиях Владимира Путина? Ну, как? Помнят в основном какие-то интересные, ну, не шокирующие, конечно, но смешные вопросы, например, про вятский квас. Так, вятский квас. Вятский квас. Это из прошлой прямой линии. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал работает. Можно через Телеграм писать. Кстати, надо его открыть. Надо Телеграм открыть. А вот это вот знаменитое. Это вы? Это вы? Я говорю с Владимиром Путиным. И сейчас это вы. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Что еще помнится от вот этих вот больших многочасовых общений Владимира Путина с народом? 7373-94-8. Код города 495. В 2015 году Путина попросили отдать приказ разрешить жене завести собаку. Вот было такое. Ну, просто сейчас опять появились сообщения о том, что, мол, все репетируется от самого начала до самого конца. Вятский квас, нет, Вятский квас, это пресс-конференция журналистов. Ну, так бывают разные формы большого длительного общения народа, Владимира Путина с народом. Бывают пресс-конференции, бывает прямой разговор. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Антон, будет так говорить, Москва. В общем-то, никогда не интересовался этой пресс-конференцией, потому что смысла в этом нет. А вот дурацкие вопросы на тему нам смешные, это, ну, просто как бы смешно, а не серьезно. Но вы не интересовались, понимаете, а меня-то интересуют люди, которые интересовались, как бы это ни звучало. Интересуют люди, которые интересовались, которые что-то могут вспомнить о том, как проходили прежние прямые линии. Слушаем вас. Здравствуйте. А, вот здравствуйте. Это Алексей. Вы знаете, только в новостях посмотрю, так и все. Мне тоже как-то это неинтересно. И вы знаете, это интересует только тех людей, которые напрямую могут обратиться, и Владимир Владимирович может что-то для них там решить. Вот по газу там мужчина хочет, там... Ну, так, то есть... Нет, все-таки по газу хочет и получит. По газу хочет и получит. То есть можно использовать шанс, разве нет? Да, да, вот только так. А для остального это все просто оговорение и все. Не-не, подождите. То есть вы только что сказали, можно использовать шанс. Либо это шанс, либо говорильник. Есть какие-то проблемы по поселку, еще по какому-то городу. А остальное все это, ну, как говорится, это пространственно, потому что никто за это не отвечает в итоге, понимаете? Понятно, спасибо. 684-й. Здравствуй, Володя, пишет. Нет, спасибо Вове. Это вспоминает Фроги 424-й. Кстати, интересно, будет ли эта женщина из Владивостока. А, да, это прекрасно. Следить не будет 660-й. Он пишет, наслушался сказок. Толеран пишет, помню, что ЖКХ не подорожает и так каждый год. Сергей будет смотреть и ждать, будут ли поднимать вопрос про Эрика Давыдовича. Или Давидовича. Давидовича. Вы так думаете, что Сергей будет ждать вопрос про Эрика Давыдовича? Нет, Сергей пишет нам через сайт, говоритмосква.ру. Вот еще. Особенно интересны вопросы кремлевского пула. Пишет 41-й. Вот и все. Интересно, кто будет в роли шестилетней Альбины, к примеру, в этот раз? Да. Наверняка будет какая-то маленькая девочка? Маленькая девочка должна быть. Она должна быть, мне кажется. Без нее никак. Отвечая на вопрос шестилетней Альбины, считает ли Путин, что Обама спас бы его, если бы он тонул? Путин заметил, не могу сказать, но у нас какие-то особые личные отношения сложились с президентом США. Я думаю, что он порядочный человек и мужественный достаточно. Мне нравится Дмитрий, который сначала написал «Вятский квас», это же на пресс-конференции было, а не на прямой линии. Я говорю, так бывает и пресс-конференции, и прямая линия. Сегодня прямая линия. Значит, а Дмитрий продолжает, вы путаете пресс-конференцию и прямую линию. 7373-94-8, телефон прямого эфира, про фильм. 355-й, 001-й не собирается. Давайте, 134-21-35 буду смотреть. Или слушать, не обязательно же смотреть. Можно в интернете даже следить. Тут главное, будете ли вы в этот момент следить за этим событием. Через интернет, по телевизору, по радио. 134-21-35, не будете, 134-21-36. Голосование пошло. Правильный вопрос есть у 993-го. Вот, кстати, давай, у тебя есть какой-нибудь правильный вопрос? Нет. А ты понимаешь, что такое правильный вопрос, а что неправильный? Ну, то есть, вот Альбина, которая спрашивала Путина... Это правильный. Спас бы, если бы тонул. Это трогательный вопрос. Это вопрос такой, знаешь, личный. А правильный вопрос, я так понимаю, это имеется в виду политически правильный. Такой вот, чтобы Путин смог как-то возгордиться, выпрямиться, ответить на него. Суриката, мы стали более лучше жить. Вот это правильный вопрос? Ну, это знаменитый вопрос уже, как минимум. Нет, мы стали более лучше одеваться. Да. 993-й правильным вопросом считает вопрос такой. Когда и каким образом будет введена ответственность чиновников за невыполнение своих обязанностей? Вот так полагается правильно спрашивать, ну, с точки зрения 993-го. Абдул Хамид будет ждать вопроса о приватизации. Консультанты со стороны США будут пишет те же, что и в 90-х. То есть, получается, что Абдул Хамид, с одной стороны, как бы ждет вопроса о приватизации, но ответ-то он уже знает. Он уже знает. Получается так. Перекрытие дорог, в частности, Рублевку, вчера МКАД, целый день менее 5 км в час, это 669-й. Александр Петров будет ждать упоминания Чайки, насколько я понимаю. Так он написал, что еще он... А, 235-й. Он хоть понимает, что он наделал? Вот такой вопрос, видимо, правильный. Вы будете смотреть 134-21-35. Вы не собираетесь следить... Нет, неправильно, не вы будете смотреть. Вы будете следить за этим событием 134-21-35. Вы не будете этого делать, не слушать по радио, не смотреть по телевизору, не даже в интернете, может быть, тогда 134-21-36. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете о том, что 7 мая 16-го года заканчивается президентский срок 4 года по Конституции? А сейчас другая Конституция, вы об этом знаете? Какая другая? Кто ее переделывал? Есть такие граждане России. Они внесли поправку в Конституцию. Ну, человек отходил, это так бывает. Вот бывает. Какое-то время не было его. Кстати, может быть, иностранный агент. Да. Ну, если его не было довольно долго в стране, он даже не знает об изменениях в Конституции. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро, Вадим. А что вам вспоминается о предыдущих прямых линиях? Помнится вопрос про космонтрон Восточный, где вот зарплату, по-моему, работникам удерживали. И как-то вопрос не ясный. Вроде говорили, что в апреле запустят. Так и запустят 27-го числа. Вот, хотелось бы уточнить это. Ну, так 27-го... А, нет, вам надо обязательно... Про зарплату работникам вот хотелось бы услышать. Будет ли вопрос про это? Ну, так а если нет вопроса, то есть работники там вроде успокоились, 27-го открывают космодром, все равно надо? Ну, выплатили или нет? Да, понятно. Человек переживает, переживает за работников. Понятно. Справедливо ли поговорка про кабинет правительства Павловича пишет? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Вот еще, что штрафы 663-му надо, чтобы про штрафы для службы эвакуации, за эвакуацию оплаченных автомобилей. Вопросы такие надо задавать? Ну, все-таки 140 миллионов человек. Да. Очень мало, ну нет, ну не мало, Москва большой город. Но все равно это лишь доля людей, которые живут в Москве. Большая часть граждан России не живут в Москве. Вот их интересуют эти штрафы для службы эвакуации? Ну, это интересует москвичей, да, там, это сколько у нас, там, 10-15 миллионов человек, это все-таки очень много, а потом и столица, вот, столичные вопросы, это всегда, они всегда в приоритете, к сожалению, как ни крути. Вот, а потом мы тоже граждане России, что же мы не можем задать вопрос. Но, с другой стороны, тогда 44-й. Когда Путин выделит денег для того, чтобы закончить строить Дзержинскую ветку новосибирского метрополитена? Тоже важно, тоже важно. Понимаешь, дело в том, что часто задают такие мелкие вопросы, и они правда решаются. Мы знаем, что некоторые вопросы, люди помнят, что там на каких-то конференциях, прямых линиях, люди задавали, ну, тот же Вятский квас, да, ну, условно. И после этого действительно как-то что-то менялось, не потому что Путин там, может быть, как-то позвонил и решил вопрос, а это было услышано, это было публично как-то озвучено, да, и этот вопрос, поэтому... Вот удивительно, я считал, что вот нет смысла сейчас, за три часа до пресс-конференции, говорить о том, какие бы вопросы вы хотели задавать. Ну, потому что прямая линия работает прямо сейчас. То есть, если вы хотите, вот, например, 794 пишет, надо спросить про Платон и капитальный ремонт. Вот странно, почему 794 пишет нам на СМС-портал, ведь есть телефон прямой линии, туда и надо задавать этот вопрос. Я думал, что мы сейчас будем вспоминать, какие забавные вопросы помнятся. Не-не-не, все пишут только, надо спросить, когда уберут транспортный налог, надо спросить, когда отменят плату за капитальный ремонт. Вот что надо спрашивать, пишут люди. А, кстати, работает еще? По-моему, разве не закрылось? Я не знаю, мне кажется, судя по государственным телеканалам, которые сейчас идут, там прямо вот каждую секунду телефоны, номера и так далее. Вопросы задают миллионы людей. Пишет 235-й, он решает только 100, кто решит вопросы остальных. Слушайте, 235-й, вот посмотрите, даже у нас на СМС-портале мы видим, через раз идет вопрос про дороги. Да. Ну, то есть он решает не 100 вопросов, отвечая на вопрос о дорогах, к примеру, он отвечает примерно на 100 миллионов вопросов. Есть такое ощущение. Это правда. Но Песков нам сказал, что самые популярные вопросы – это ЖКХ, про ЖКХ и дороги. Ну вот мы видим то же самое у нас на СМС-портале, хотя еще раз напоминаю, номер 7-925-48-94-8 – это не тот номер, на который надо задавать вопросы Владимиру Путину. Задавать вопросы Владимиру Путину надо на другой номер. Вы включаете Россию-24, тут же видите этот номер и вопрос задаете. Вот, собственно, были слухи про ипотеку и детей. Вот это интересно. Собственно, вопрос о прогрессивном налоге. Как можно сказать, что в Советском Союзе выпускали одни калоши? А что, Путин говорил такое? Абдул-Хамид следит, утверждает, что вот он бы первым делом спросил у Путина, как можно было такое говорить. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушайте, как-то странно у нас сегодня открыт телефон. А что с голосованием? Голосование продолжается, довольно активное голосование. Тут спрашивает человек. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. И голосование, значит, вы следите за сегодняшним общением Владимира Путина. 134-21-35, код города 495-й. Вы следить не собираетесь. 134-21-36, код города 495-й. Продолжается голосование. Не знаю, Руслан, не знаю, что у вас за вопрос по этому поводу. Не столько вопросы интересны, сколько ответы. Их дальнейшее решение или воплощение. Чем хуже экономическая ситуация, чем чаще встреча президента с народом. По-моему, раз в год. Это, по-моему, не меняется никак. Приватизация Центробанка 040-й. Вот неожиданный тоже. Мы с тобой можем сделать вывод, что смешные вопросы, которые задавались ранее, они не так интересны. Они не интересны, да. Абсолютно. Нет, именно вопросы, которые актуальны. Вопросы, которые каждый хотел бы повторить еще раз. Мы вот видим это. Даже сейчас продолжается. Будем следить, кто смотрит. Я вопрос задала по банкротству, когда начнут строительство. По банкротству СУ-55. 59-й, я не знаю, задали вы. Нам на смс-портал спрашивают. Я задала вопрос про СУ-50. Я не знаю, потому что это надо на прямую линию. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Ну, получается, люди ждут реально ответа, чтобы конкретная проблема была решена во время этой прямой линии. Слушаем вас, здравствуйте. Ой, как вас... Очень плохо слышно. Не-не-нет, совсем плохо, извините. 7373-94-8, здравствуйте. Здравствуйте, Дим Борисович Беспоков. Да, Дим Борисович. Те вопросы многие, которые население задает Путину, ну, давайте скажем, это не его компетенция. В каком? Если люди про дороги спрашивают, ну, это должны транспортные инспекции решать вопросы. Если по ЖКХ, ну, это ЕРЦ. Если, соответственно, там, не знаю, те вопросы, как это префектура... Ну, Дим Борисович, подождите, ну, подождите. Ну, вам же в ответ скажут совершенно. У нас система так устроена, что вместо ЕРЦ лучше обратиться сразу к Путину, и тогда хотя бы, может быть, ЕРЦ сделает свое дело. Для многих это последний шанс. Вы знаете, это настолько ведь, ну, некорректно. Я бы единственный вопрос задал. Владимир Владимирович, мы много коррупции знаем. Когда мы победим коррупцию? Про Сбербанк можно задать вопрос, можно ли бы... Ну, смотрите, Дим Борисович, ну, давайте, ну, вот если уж вы заговорили об этом, ну, вот вы прям серьезно хотите задавать вопрос, когда мы победим коррупцию, если коррупцию никто не победил? Дело в том, что настолько обещают, я бы задал вопрос, какие планы, и как вы собираетесь с этим бороться? Это другой вопрос, но вы же начали формулировать именно так, когда победим коррупцию. Это вопрос, на который нет ответа. Видимо, я не очень подумал, когда сначала сказал, какие пути для этого, да потому что нам уже обещают 3, 4, 5 лет. Ну, министр обороны, это у нас все выязывается. А что вам даст знания, какие пути? Ну, вот он вам объяснит механизм борьбы с коррупцией. Мы будем бороться с коррупцией, да. И, ну, в принципе, нам это рассказывают постоянно, не только на прямой линии, не только Путин. А что вам это даст? Вас это каким-то образом успокоит? Вот, например, люди, которые спрашивают про дороги, или, например, про конкретную ситуацию мелкую в своем селе. То есть вот эту яму надо заделать. Понятно, что я спрошу, ее заделают завтра же. Завтра же, да. Если не сегодня. Да. Ну, это в активном гражданине все есть. Все это, все доступно. Это в Москве. Мне нравится, что транспортная инфекция работает, в прокуратуру вопросы. И все это решается нормальным, цивилизованным путем. Ну, не, ну, как вам сказать, ну, не Путина это вопросы, не Путина. Тогда все надо менять, все плохо работает. Дим Борисович, скажите, пожалуйста, ну, то есть вот вы какую-то яму уже вот так заделали? Ну, не только я, но сколько раз уже даже в вашу передачу люди перезванивали, рассказывали, что это все решаемо на сегодняшний день. В том-то и дело, это решаемо, но это точно работает в Москве. Это работает в Москве, я пользуюсь этим активно и регулярно. Но мы говорим про вопросы из глубинки, где вообще невозможно достучаться ни до кого. Какой там активный гражданин? Вообще Дима Борисович абсолютно прав, теоретически. Ну, видишь, вот опять Сергей-то через сайт говорит Москва одной тоже пишет. Вот теперь человек, который действенно боролся с коррупцией в ГИБДД, сейчас незаконно сидит. Это про Эрика Давидовича. Ну, вот опять, незаконно сидит. И то есть вы хотите сформулировать Путину вопрос, чтобы он незаконно вышел, что ли, тогда получается? Во-первых, Давидович это все-таки не какая-то официальная личность, да, и у него нет должности. Нет, ну это человек известный. Это активный гражданин, назовем его так. Это активист, как там СтопХам или там что-то такое. Но у него нет полномочий, понимаете? И он не может бороться с коррупцией на государственном уровне. Он борется точечно, точно так же, как Путин решает вопросы про яму. Но обвиняют его как раз не в том, что он борется с коррупцией, а обвинение там другого характера. И вот опять же, то есть, если задавать этот вопрос, получается, что это ведь правовой вопрос, и вряд ли есть смысл решать в рамках любого телешоу. Назови это прямой линией или пресс-конференцией. 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, Москва. Я бы задал Путину вопрос про то, когда мы отвяжемся от доллара, когда изменим Конституцию. Пойдем дальше сами. А что мы должны изменить в Конституции? Какой ответ вы хотите услышать? Делается ли что-то для этого, и когда это произойдет? А почему вы решили, что это обязательно должно произойти? Потому что, если это не произойдет, то все остальное не важно. Все остальное мы так и будем на месте ковыряться и сидеть в глубокой... Но подождите, еще раз. Значит, вы говорите, надо сделать вот это. Ну, а есть какой-то пример? Нам надо изменить Конституцию и отвязаться от США, от завистницы США. А кто уже отвязался, и у них получилось? Кто уже отвязался? Ну да. Да, не знаю. Ну, Китай, например, отвязался, я считаю. Вы полагаете, что он отвязался? Нет, конечно, они друг от друга зависят, но не так, как мы зависим напрямую. Ну, хорошо. И вам кажется, что вот это вот можно решить в рамках общения президента с гражданами? Ну, мне хочется узнать, что-либо делается для этого или нет вообще. Или вообще думает ли об этом Путин? Ну, то есть вам не хочется узнать, надо ли это делать с его точки зрения? Вы уверены, что это делать нужно? Ну, я думаю, что это, конечно, я уверен, что это нужно делать. Все понятно. Конечно, мне интересно узнать, кто Путин, но мне кажется, он так же считает. Все понятно, спасибо. Человек хочет удостовериться в том, что президент думает так же, как он. Да. Да. Это тоже важно. Вопрос должен быть про Савченко, потом еще про теледебаты. Вот Егор спрашивает, надо спросить Путина, будет ли он участвовать с президентом. А, вы уверены, что Путин будет одним из конкурентов на президентских выборах? Егор спрашивает, надо бы спросить, будет ли Путин участвовать в теледебатах? Ну, потому что теперь же все же должны участвовать, вроде как, в теледебаты, но пока мы не дошли до президентского уровня. Что еще? 438-й, надо обязательно спросить, когда накажут Сердюкова и Васильева. Вот надо прямо спросить и все тут. Да все же решено. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот Александр меня зовут в Москве. Вот предыдущего вы спрашивали, какая страна отвязалась от доллара, и у нее получилось. Да. Ну, я, например, могу сказать, Советский Союз неплохо жил. Подождите. Он же не был привязан к доллару. Нет, нет, нет. Секундочку, а где Советский Союз? Ну, Советский Союз, это... Вы же задали вопрос, кто отвязался от доллара. Ну, да. Нет. Вот и тоже не нравится. Хорошо, из существующих стран был вопрос. Это же очевидно. Ну, казалось мне, 37% тех, кто сейчас участвовали в голосовании, свидетельствуют, что они будут сегодня следить за прямой линией. Сейчас разговор о пробках. Подъем. В движении. Пятибалльные пробки в Москве. Москва тяжело едет. 7-3-7-3-94-8. Тяжело едет Москва на севере, надо сказать. На юге как-то получается. Ну, подожди, МКАД как-то не очень. Не-не-не, мы же сейчас в рамках третьего кольца. Ну, зачем нам про МКАД говорить? Это где? 7-3-7-3... МКАД это где, кстати, да? 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Где вы? Меня зовут Дед Улав, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас затронули интересную схему. Ой, нет, я прошу прощения, мы сейчас о пробках говорим. Слушаем. 7-3-7-3-94-8. Пять баллов. Девять утра. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Бетонное кольцо рассматривается? Ну, если МКАД не рассматривается. Дальше, чем МКАД. А что там? Бетонка перед Красногорском просто плотно. Сейчас стою, вообще что-то непонятно, что происходит. Нормально. В центре или на МКАД это бы назвали проблемой большой. А тут, говорит, непонятно, что происходит. Что-то поставим просто. 7-3-7-3-94-8. Вот что значит бетонка. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Да. Носовихинское шоссе просто кошмар. Авария в районе Новокатянов. Носовихинское шоссе традиционно едет очень плохо. Ну, да. И главная проблема сейчас, судя по карте пробок Яндекса, это пересечение Ленинградки и МКАД. Причем МКАД и внешний, и внутренний. А Ленинградка и в город, и в область. Далее новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 9 часов столицы в студии с новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. На Курском направлении Московской железной дороги произошел сбой. На станции Силикатная сломалась электричка, колесную пару заклинило при отправлении поезда. Как сообщает очевидца, затруднено движение в сторону Москвы. Людей высаживают на ближайших станциях. При службе Московской железной дороги заявили, что сбой произошел в 6.36 на перегоне Подольск-Счербенко, в связи с чем электрички Курского направления в сторону Москвы следуют с увеличенными интервалами. Центробанк отозвал лицензию у Стелла Банка. Ростовская кредитная организация входит в систему страхования вкладов. Об этом говорится на сайте регулятора. По величине активов банк занимал место в пятой сотне. По данным ЦБ, Стелла Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым риском резервов на возможные потери по судам. Деятельность кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения. Минфин объяснил законность системы Платон свободой выбора. В ведомстве заявили, что плата за проезд с большогрузов по федеральным трассам считается сбором, а не налогом и не противоречит Конституции. Об этом сообщает РБК. В Минфине также отметили, что перевозчики могут сами выбрать любой способ транспортировки грузов, например, отказаться от тяжелых машин, что позволит избежать сбора. Кроме того, в случае неуплаты налога нарушитель все равно должен его оплатить, в то время как за неоплату проезда взимается штраф. Ранее Минюст отказался признавать Платон налогом, отметив, что Конституция не предусматривает отказ правительства от утверждения ставки подобных платежей при определенных условиях. В Минтрансе заявили, что сбор платы с машин тяжелее 12 тонн позволил оптимизировать логистику грузоперевозчиков. Россия может передать четырех осужденных граждан Украины Киеву не раньше осени. Речь идет об Олеге Сенцове, Геннадии Афанасьеве, Александре Кольченко и Юрии Солошенко. Об этом Интерфаксу сообщил источник знакомой ситуации. По его словам, порядка полугода могут занять юридические процедуры. Со своей стороны в пресс-службе Минюста сообщили, что решение о передаче Украине осужденных будут принимать суды тех регионов, где они отбывают наказание. Это сделают после того, как украинская сторона подтвердит свое согласие с приговором. По данным СМИ, Сенцов отбывает наказание в якутской колонии, Кольченко находится в Челябинской области, Афанасьев в Сыктывкаре, а Солошенко в Нижнем Новгороде. Голландские нейробиологи объяснили эффект расширенного сознания под ЛСД. Исследование опубликовано в журнале Current Biology. Нейробиологи использовали МРТ, чтобы оценить, как ЛСД влияет на связь между узлами нейронных сетей мозга. Как выяснилось, в ассоциативных зонах коры увеличивается связность. Эти участки отвечают за сопоставление вновь поступающей информации с той, что хранится в блоках памяти. Ученые предполагают, что психоделик занимает место нейромедиатора серотонина, необходимого для памяти, внимания и обучения. В завершении выпуска курса валют по Центробанку на сегодня доллар 65,77, евро стоит 74,66. И о погоде по данным Гесметио в Москве сейчас 9 градусов тепла. В течение дня облачная погода с прояснениями. Возможно, небольшой дождь, а температура воздуха составит 18 градусов. На этом пока вся информация. Евгения Волгина. Говорит Москва. Внимание! Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Реклама. Смартфон Microsoft Lumia 950. Эффективное решение для бизнеса, объединяющее производительность и надежность. Полная интеграция возможностей Windows и Office. Защита данных от современных угроз безопасности. Возможность использовать смартфон в качестве компьютера, просто подключив его к монитору. Lumia 950. Ваш бизнес. Мобильный. Подробности на Microsoft.ru. Категория 0+. В этом году вы всегда будете на высоте с легендарным Chevrolet Aho. Новая цена от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Chevrolet Aho. Всегда выше обстоятельств. Узнайте больше по телефону горячей линии 8 800 200 00 76 или на сайте chevrolet.ru. Chevrolet find new roads. Сохранение традиций отечественного образования. Поиск инновационных технологий обучения. Поддержка молодых и талантливых. Создание творческих инициатив и бизнес-проектов. Определим приоритеты правильно. Развитие российской образовательной системы – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. Твоя команда, твой спорт, твой чемпионат. Чемпионат.ком. Ведущая спортивный интернет СМИ России. Чемпионат. Главное слово в спорте. По данным Лайв Интернет за сентябрь 2015. Категория 18+. При оформлении годовой подписки на журнал «Эксперт» вы получаете дополнительные 3 месяца подписки. Плюс бесплатный доступ ко всем материалам на сайте эксперт.ру. Телефон 8 800 280 10. Категория 16+. Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этот четверг после 12 часов. В эфире «Говорит Москва». Нездешние, пришлые, странные люди. Иностранцы. По будням. После 14.30. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. «Говорит Москва». Подъем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 апреля. Сейчас 9 часов 7 минут. Дарья Кнора, доброе утро. Дарья Куткин, доброе утро. Наш коллега в серьезной ситуации, сложной ситуации. Надо помочь ему. 424-й пишет. Да и мы тут тоже, собственно, все не можем понять. Человек стоит на бетонке перед Красногорском. Может быть, он не туда заехал. Надо помочь ему. 424-й фроги пишет. Это где такое место? Это рядом с Истрой. Но там Истра, а не Красногорск. Может быть, человек не туда заехал и уже час стоит. Действительно, пробка на бетонке. Если уж мы об этом говорим, то пробка и порядочная такая пробка по Яндексу перед Истрой, а не перед Красногорском никак. Ну, может быть, он имел в виду Красногорский район, что-то такое. Не знаю. 956-й пишет. Может быть, кто-то еще сможет подтвердить или опровергнуть это. В Щербинке коллапс на станции, электричек нет, море людей на платформе, все опаздывают. Ищите, пишет, другие пути на работу и благодарит РЖД за заботу. 956-й пишет про коллапс на железнодорожной станции в районе Щербинки. Наши коллеги сейчас, наверное, попытаются дозвониться до ЦППК или кто там занимается конкретной перевозкой пассажиров в районе Щербинки. Если вы сейчас в районе Щербинки, тоже дозваниваетесь, объясните нам, что там, собственно, происходит. Если вы в районе Щербинки, если у вас проблемы с тем, как добраться, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Тут мне подсказывают, что это где-то в районе станции Силикатная еще. Ну да, колесная пара застряла, но, может быть, есть какие-то новые данные по этому поводу. Алексей, кстати, пишет про две аварии в районе Ватутинок в Новой Москве. Вы в районе Силикатной. 7373948, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел попросить вас, вы так регулируете разговоры все, что вы не даете, так сказать, свободу действию вот этим потенциальным с вами людьми, понимаете? Спасибо. Станция Силикатная, мы сейчас об этом говорим. Остановка Битком в районе станции Силикатная, об этом пишет 508-й. Судя по новостям, говорят, что колесная пара где-то застряла. Но вот что сейчас там происходит, если вы в том районе дозваниваетесь, рассказываете про патриотизм? Да. Нам пора говорить об этом. Потому что об этом заговорил глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов. Патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть школьного образования в России, но вводить специальные уроки нет необходимости. Сказал Ливанов вчера в радиоинтервью. Задача школы, напомню, это глава Миноборнауки говорит, задача школы – воспитывать личности. Дать каждому ребенку то, что нужно для его становления как члена общества. И патриотическое воспитание, любовь к родине, знание истории, уважение к культуре – это неотъемлемая часть этой работы. Но, конечно, неправильно, когда некоторые предлагают вводить специальные уроки патриотизма или уроки воспитания. Вся работа школы, любой урок, должны быть нацелены на выполнение этой функции. Но отдельные уроки не нужны, говорит Ливанов. Ну и слава богу. Ну как? Хотя бы Ливанов это понимает. Ливанов-то это понимает, но ведь это очень популярная идея. Популярная идея где? Популярная идея среди депутатов, инициаторов. А в школе, я думаю, что это совсем не популярная идея. Мне кажется, что это среди родителей популярная идея. Не совсем не уверена. Я думаю, что как раз педагоги, они, конечно, будут выступать против… Они хватаются, я уверена, за голову и думают, господи, где же искать методический материал. Это как раз тот случай, когда каждый пытается перевалить на другого. Родители говорят, это пусть в школе патриотизмом занимаются. А в школе говорят, ну вообще-то, любовь к родине – это проблема родителей. Это что-то из семьи должно быть. Ну конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Доброе утро. Доброе утро. Вот я человек уже, так сказать, спаявшийся, пятый десяток, и я учился еще в советской школе. И у нас, когда мы учились, работал очень правильный принцип, он очень глубинный. А звучит он так. Мы в школе учим человека не знанием, а способом их добычи, инструменту, использованием инструментом. И это в равной степени можно относить и к патриотизму тоже. Человеку не надо давать готовые схемы, которые он будет принимать своим сознанием. Ему надо дать способность и возможность оценивать то, что он видит вокруг себя, и делать из этого правильные выводы. Понимаете, Фрог, если совсем уже буквально подходить к тому, что вы говорите, то тогда в вашей логике получается ненужные уроки патриотизма, но также ненужные уроки физики, геометрии и всего остального. Главное дать инструмент. То есть, понимаете, какая штука, Юрий, на самом деле, конечно, уроки нужны. Вопрос только в том, что это будет выглядеть все как нахождение. Это как уроки закона Божия для детей, понимаете, будет выглядеть. Это вот тебе есть готовая схемка, и она красивая, хорошая и правильная. Вот ты ее принимай и не рыпайся. Все понятно, спасибо. Я, на самом деле, понимаю, о чем говорит Фрог, конечно. Да я понимаю, конечно. Да, это немножко утрирование такое, что не надо физику учить. Я думаю, что здесь речь идет прежде всего о гуманитарных науках, естественно. И Фрог говорит о воспитании критического сознания у школьников. И нам тоже это все время говорили, что вы должны думать, как задавать вопрос. Вы не должны соглашаться со всем, что я говорю. Это говорил об этом учитель. Ну вот Марина пишет через сайт, это как урок литературы отдельно, а отдельно урок любви к литературе. Ну вот ей кажется, что вот это вот выделение уроков патриотизма, оно вот так примерно выглядит. Согласна, да. Да, вернемся ненадолго к этой истории со станцией Силикатная. С 6.30 не ходят электрички в Москву, пишет 183-й, до Москворечья от Подольска. Поезда идут без остановок, выбирается народ как может. Мы, говорит, 183-й на машине поехали, но... Там пробка и ДТП от Подольска, где-то между Подольском и Силикатной как раз пробка в центре. Ну тут какая-то странная история, да, потому что, если я правильно понимаю, это же движение в город. Да. А получается сначала ДТП, а пробка потом. Да. Это какая-то странная история. Мы знаем точно пробка при повороте на Быково. Вот есть какая-то такая история, причем пробка такая километров на 5-6. Это для тех, кто выбирается, кто не смог выехать на электричке и выбирается на машине. 35-й утверждает, что люди обленились, думать не хотят. Там, пишет, автобусы каждые 5-10 минут ходят. До Бутово пешком можно дойти, но всем же надо в Царицыно, зайцами, на электричке обязательно до метро добраться. Утверждает 35-й. Ну а 508-й пишет, что касается этой большой пробки в районе поворота на Быково, так там она всегда. Ну, всегда-то всегда, но вот сейчас она какая-то прям яркая. Результаты голосования какого голосования? Мы еще не заводили голосование по поводу любви к родине 260-й. Это Сергей из Одинцова вспоминает. Мы вас научим родину любить. Достаточно литературы и наших достижений в спорте и политике, утверждает Сергей. У детей должна быть возможность гордиться спортивными, экономическими победами, красотой и историей страны. Современных примеров нет. Но если не хочешь видеть, тогда и нет. Это правда, да. Ну вот правда. Если хочешь видеть только черное, то больше. Ну, конечно. Марина продолжает. Министр имел в виду, что историю надо преподавать так, чтобы воспитать патриотизм. А, по-моему, общество знания не нужно, его можно преподавать в курсе истории. Да, именно это. Он не то чтобы имел в виду, он это открытым текстом говорит. Он говорит, что патриотизм на отдельном уроке, что называется, не выращивают. В каждом уроке, в каждом предмете, в школе и в семье. Вот это все делается вместе. 7373948, телефон прямого эфира. Так нам определение любви требуют давать почему-то. Ну, любовь к родине в этом смысле. 7373948, здравствуйте. Здравствуйте. Актуальна для вас информация по... Подольск. Давайте, давайте, давайте. Да, что там? Значит, из Подольска примерно полтора часа ехать, 16 километров, пробка рассосалась вот на повороте, называется, на водоросшино. Аварий пока никаких не вижу, ни туда, ни обратно. Ну, это движение по дорогам. А мы сейчас не про электрички говорим. Это по дороге, я еду за рулем. Ну, понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, что у нас? Степан из Вайтрана пишет. Школа воспитывает, как сдать ЕГЭ. Патриотизм в эту систему никак не войдет. Ну, ЕГЭ немножко, я так понимаю, сократил уроки, ну, такие классические уроки преподавания и ответов, устных ответов на уроки истории. То есть, в основном, это тесты, 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 какие-то эссе маленькие. То есть, какого-то разговора как такового, как это раньше было, его уже меньше гораздо на уроках истории, литературы. Давай голосовать. Все-таки, вот, семья или школа. Вот это вот интересно. А Андрей пишет. А третий вариант все вместе? Или это не так уже интересно? Нет, ну, это не интересно, потому что вообще-то вся жизнь. Ну, да, это правда. Давайте все-таки выбирать, что больше. 134-21-35, телефон прямого эфира. Семья должна воспитывать патриотизм. Прежде всего, это не отменяет школу, но прежде всего семья. 134-21-36, прежде всего, школа. Семью не отменяет, ну, там как получится. А школа главная, может быть, даже с уроками. 134-21-36. Голосование пошло. Патриотизм не надо путать с идиотизмом. Вы посмотрите на изорванные грязные георгиевские ленты. Разве это патриотизм? Ленты, намотанные на ручки автомобильных дверей. Но люди, я думаю, люди, которые не снимают георгиевские ленточки, они-то, наверное, думают, что они оптичили мероприятия. Они-то думают, что они патриоты. Да, это правда. Мне кажется так. Это правда. Я не верю в людей, которые забыли. У них был порыв патриотизма, они привязали ленточку, потом забыли и ездят. Ты к ним подходишь, а что это она грязная? Он говорит, ой, ой, где ленточка? Правда грязная. Снимает, стирает и все такое. Не, не, я в это не верю. Мне кажется, что человек действительно полагает, что и это тоже патриотизм. Значит так, семья. Слушайте, я не знаю. Так быстро результаты-то настолько очевидны. Семья. Да, семья. Подавляющая большинство. 79-80%, 78% семья главная, а не школа. Что такое уроки патриотизма? Давайте. Дмитрий Ливанов, глава Миноборнауки, говорит, патриотическое воспитание неотъемлемая часть, но специальных уроков патриотизма в школе быть не должно. Это будет следующее наше голосование. Что вы думаете по этому поводу? 134, 21, 35. Нужны уроки патриотизма в школе? Нет, мы выяснили, что семья главная. Но школу же никто не отменял. И там нужны уроки патриотизма. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, такие уроки, специальные уроки не нужны. Вы с Ливановым согласны. Да. И говорим об этом. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Да-да, вы в эфире. Добрый день. Да-да. На тему патриотизма. Да, мы слушаем вас. Да. Значит, я считаю, что патриотизм, самое лучшее правление патриотизма, если дети и внуки Шуваловых, Медведевых, Ливановых, Чубайцев. А к урокам патриотизма это имеет какое отношение? И же с ними сядут в танки. Это будет лучшее проявление патриотизма. И куда поедут? И что делать? Сидеть в танках? Как это? Покажут, что защищать... Мы будем защищать родину. Скажите, пожалуйста, а вот про уроки патриотизма чуть подробнее. Вы знаете, значит, уроки патриотизма... Это человек советского образования и советской школы. Значит, были примеры, вот, как надо жить, как надо работать, как нужно защищать свою родину. И, понимаете, были не только идеологии, ведь это тоже все защищено на сегодняшнем моменте, мне кажется. Нет, нет, ну вот сейчас говорят... Главное, что жизнь была справедлива, понимаете? А просто слова патриотизма... Все понятно. Посмотрите, все разрушено. Все понятно. Жизнь была справедлива. И она показывала собой... Она собою делала человека патриотом. Понятно. Ну, так считает наша слушательница. Ну, тут опять пошли эти последние прибежища подонка. Но это неправильная цитата. Но давайте вот все-таки более четко. Уж если мы цитируем, тогда более четко. Потом еще. Для любви к березкам достаточно уроков природоведения. Пишет человек, который, правда, подписывается с сурикаты. Что еще? Олег пишет. Сыну три года забирал из детского сада. Проходя мимо портрета Путина, он сказал, вот наш президент. А дома ему никто не рассказывал, кто президент. Значит, в детском саду есть какие-то уроки. Ну, там висит портрет, я так думаю, в комнате для тихого часа. А 424-й фроги, кстати, вспоминают, что в советской школе уроки мужества были. Но уроки мужества и уроки патриотизма, это, насколько я понимаю, все-таки разные вещи. Потому что я, например... Я не был в советской школе, в которой бы в расписании я увидел урок мужества. И так из недели в неделю. Нет, такого не было. Ну, вот. Это, во-первых. Во-вторых, мы уже пришли к тому, что в каждом уроке есть элемент урока патриотизма. То есть история литературы, именно история литературы. История в целом, история культуры русской. Это все воспитывает патриотизм. ОБЖ тоже. Защищать свою родину. Уметь стрелять. Уметь работать на станке. Ради того, чтобы развивать свою страну. Это тоже воспитывает патриотизм. Кстати, Игорь тут пишет, я уж не знаю, Шувалов или не Шувалов, но Игорь так подписался. Наш слушатель через сайт говоритмосква.ру говорит предыдущей слушательнице, что все нормально. Уже патриотизм есть. Сын Шувалова, пишет Игорь, служил срочную в армии где-то на Дальнем Востоке. Ну, вот видите. Это будут не уроки патриотизма, а убеждения биться за интересы якобы Родины, а на самом деле умирать за интересы власти имущих. 651-й уверен, что если и введут уроки патриотизма, они будут только такими. И исключительно такими. Есть подозрения, если честно. Но есть подозрения, что их не введут, потому что Дмитрий Ливанов, глава Миноборнауки, говорит, что так не нужно делать. Вы полагаете, что нужны уроки патриотизма? 134-21-35. Вы полагаете, что они не нужны вместе с Дмитрием Ливановым? 134-21-36. Так, верните до СААФ. Станиславский тоже отходил на какое-то время, как мне кажется. По-моему, вернули уже, нет? Не знаю, если честно. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Мне кажется, патриотизм, это когда, вот помните, в Советском Союзе у нас был враг Америка. Нет, 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 мы сейчас не о патриотизме, нет, подождите вы, мы же не про патриотизм как таковой, мы далеко зайдем, мы про уроки в школе. Ну вот, и про уроки в школе мы тоже, у нас был какой-то враг всегда. Да, мы, нас настраивали на то, что вы должны бороться, вот, быть на героях в Великой Отечественной войне нам примерки подавали. Вас в школе этому учили? На образуру бросаться. Слушайте, нас учили, я понял, нас учили в школе бороться за. Да, вот я точно помню, борьба за мир. Борьба за мир. Да, есть военщина американская, но мы боролись за мир, а не с военщиной. Ну правда, у нас вот как-то так это было. Мы мирные люди, но наш бронепоезд на запасном пути. Вот. Вот все-таки так. Ну наш слушатель беспокоится, что на уроках патриотизма могут воспитывать и как-то, ну да, воспитывать агрессию в детях, к какому-то внешнему врагу, внешней угрозе. Ну ты это за уроки? Например, американцы. Нет. Нет. Ну вот, собственно, и таких, как ты, большинство. 69 процентов. 31 процент за уроки патриотизма. 709-й пишет, нельзя научить патриотизму, он должен рождаться сам, и Иван тоже, и патриотизм нельзя навязать, он либо есть, либо нет. В общем, Алексей, опять про сына Шувалова. Навязать можно все что угодно абсолютно, и ненависть к своей родине точно так же можно прекрасно навязать. У Шувалова сын служил в морской пехоте на Дальнем Востоке. Вот, нам все еще. Патриотизм в полной мере. Так, я понимаю, в советской школе патриотизма учили на уроках политинформации. Я не знаю. Ну как, ну Юрий, ну было же, ну было же. Я не знаю. Нет, политинформация, политинформация это когда ребенок выходил и читал газету. Ну правда. Ну давайте не будем приписывать лишнего уж хотя бы политинформации. Ребенок выходил и читал газету, которая ее заставлял читать учитель. И там было? Ну там было что-нибудь из того, что правильно, что показывает правильный взгляд на происходящее событие в мире. Ну. В ЦК КПСС, в политбюро ЦК КПСС. Ну и так далее. В газете «Правда» и в газете «Известия» и других советских газетах писали только правильные вещи. Вот, но это же тоже формирует в определенной степени, да? Не знаю, может быть. Какой-то образ «мы», «они» и так далее, да? Давайте еще одну вещь обсудим. Не знаю, успеем мы или нет, но в любом случае начать это обсуждение надо. Танцы со звездами. Ну, танцы со звездами. Но вы же все смотрите. Ну да. Нет, понятно, что все смотрят. Понятно, что все смотрят, а теперь вокруг этого много разговоров. Актер был одет в фашистскую форму. Исполнили фокстрот. Фокстрот, да. Смысл этого танца совершенно очевиден. Добро побеждает зло. Да. Ну, то есть, или, может быть, добро не побеждает зло, потому что, в общем, судя по танцу, все гибнут, но в любом случае перед гибелью зло становится добрее. Да, но это драма настоящая. Да, 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 да. Вот. А теперь целый скандал. Роман Худяков, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, в нашем эфире говорил, что это неуважение к ветеранам. Там осудили руководство, хотя есть уже официальная, насколько я понимаю, реакция на все эти осуждения со стороны Роскомнадзора. Говорят, что там никаких проблем не видят. Ну, чиновники не видят. Но Роман Худяков, значит, депутат от фракции ЛДПР, Андрей Клычков, глава фракции КПРФ Мосгордуми, говорил о том, что трансляция нацистской символики недопустима. Как минимум, это неэтично. То есть уже он не говорил, насколько я помню, сначала все-таки заговорили о свастике. Да. Ну, вроде как свастики там нет. Но мы с вами пересматривали. Мы не видели ее. Но Клычков говорит, это как минимум неэтично выступать в такой форме. Что такое неэтично, довольно сложно понять. То, что они танцевали, был быстрый фокстрот, есть еще медленный, утверждает наш слушатель. Дети Растриги подпишут. Вот так неожиданно. Это разные танцы. Но все-таки 73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Это очеловечивание фашизма, пишет 569-й. Очень спорный номер. Но тогда действительно возникает вопрос с явным очеловечиванием фашизма в фильме «17 мгновений весны». Весны, конечно. Ну там же, они же люди. Абсолютно. Ну они люди. Ну Шелленберг. Ну ничего себе. Тогда этот фильм вообще нельзя никогда показывать. 73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Вот Николай говорит, надо лишить канал лицензии. Ну мы понимаем, да? Про какой канал он говорит. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да. Добрый день. А первый вопрос интересно к вам быстро задать. А вы правда смотрели это по телевизору? В смысле? Ну вот программу «Танцы со звездами». Вы смотрите реально? Мы смотрели в Ютьюбе этот танец. А, ну в Ютьюбе, когда этот скандал загорелся, но вы не сидели, не смотрели это, да? То есть мне кажется, вообще мало людей это смотрят. Давайте. Все. 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 Мы должны все проверять. Мы все должны проверять на людях. Давайте. Никто не смотрит «Танцы со звездами», утверждает наш слушатель. Мне кажется, что это, мягко говоря, преувеличение. Вы смотрите «Танцы со звездами» 134-21-35. Вы их не смотрите. 134-21-36. Вот точно до новостей мы вот это выясним. Сто процентов. Ты смотришь «Танцы со звездами». Нет. Я сейчас... Ну, когда только появились лет там семь назад, я посмотрела несколько выпусков. Это было красиво. А сейчас надоело уже. Это по какому-то десятому кругу пошло все. Десятый сезон, как принято говорить. А, то есть первые несколько сезонов еще можно было, да? Ну, это было интересно. Это было так как-то в новинку. Вы смотрите «Танцы со звездами» 134-21-35, 134-21-36. Вы их не смотрите. Прекрасное голосование. Чудесно. Я призываю всех максимально активно принимать участие в этом голосовании, чтобы выяснить на самом деле. Но ведь депутаты, они же встали плотной стеной. Депутаты смотрят. Они говорят, что все смотрят. Нельзя такое показывать. И, в общем, большие проблемы. Все смотрят. Все в семье смотрят. Это везде. Каждые выходные. Убеждает 596-й. Добрый человек. А мы какую-то ссылку давали в Ютубе? Нет. Пишет. «Свастика была в Ютубе. По вашей ссылке видео заблокировано». Интересно. Мы не давали ссылку просто. Не знаю. «Так работает пропаганда», утверждает 569-й. «Окна Овертона». «Окна Овертона». Я даже не смог правильно ударить в нужный момент. Форма вермахта, обычная полевая военная форма. Форма восточной Германии после войны была на нее похожа. Утомили 887-го эти шоу. Я так буду переводить немножко на русский язык. Смотрите, что... Боже мой, какое активное... Да. Я в шоке. Это самое активное голосование за сегодня. Смотрите, значит, рейтинг довольно высокий. Потому что по телевизионным меркам 5% — это много. А это абсолютный рейтинг. 5% аудитории нашей радиостанции из тех, кто сейчас голосовали, утверждают, что они «Танцы со звездами» смотрят. Это довольно много. Ну, Юрий, ну у нас в основном мы знаем мужская аудитория, говорит, радиостанция говорит «Москва», а смотрят в основном домохозяйки, женщины. Слушай, это ты сейчас написала на смс-портал «Аудитория не та». А ну вот нет, не я. Ты же видел, что я... Мои руки на мышке. Спасибо огромное, что проголосовали. Мы правда не ожидали, что будет настолько активно. Но 5 на 95. 95% говорят, не смотрят. Степан из Вайтрана признается в том, что смотрит. 596. В теленовости есть видео. Переход и видео заблокировано. Пишет добрый человек. Я не очень... Видимо, про наш сайт. Видимо, про наш сайт. Мы смотрели... Нет, мы не на сайте смотрели. Мы там увидели фотографию. Значит, что касается вот этой истории, все-таки хотелось бы понять. Да, и Роман Худяков, депутат Госдумы от фракции ЛДПР, который назвал выступление неуважением к ветеранам. Насколько я понимаю, тут уже надо теперь спорить, он от фракции ЛДПР или не от фракции ЛДПР. Да, это уже очень спорный вопрос. Но сейчас у нас надо будет информационный выпуск слушать, потом надо будет рекламу слушать, потом надо будет газеты читать, а потом мы вернемся к этой теме. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8 9.30 в столице в студии с новостями. Евгения Волгина. Здравствуйте! На Курском направлении Московской железной дороги произошел сбой. На станции Силикатная сломалась электричка. Колесную пару заклинило при отправлении поезда. Как сообщали очевидцы, затруднено движение в сторону Москвы. Людей высаживали на ближайших станциях. При службе Московской железной дороги радиостанции «Говорит Москва» заявили, что сбой произошел в 6.36 на перегоне Подольск-Щербинка, в связи с чем электрички курдского направления в сторону Москвы следуют с увеличенными интервалами. В Верховной Раде зарегистрирована кандидатура премьера и министров. Петр Порошенко предложил назначить главой правительства Владимира Гройсмана. В Раде также зарегистрированы проекты о назначении министром иностранных дел действующего главы МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Парламент планирует сегодня отправить в отставку правительства Арсения Яценюка и сформировать новый состав кабинета, передает ТАСС. Персональный состав был согласован коалицией из блока Петра Порошенко и Народного фронта. Центробанк отозвал лицензию у Стелла Банка. Ростовская кредитная организация входит в систему страхования вкладов. Об этом говорится на сайте регулятора. По величине активов банк занимал место в пятой сотне. По данным ЦБ, Стелла Банк проводил высокорискованную кредитную политику. Деятельность была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения. В Кемерове ищут подростка, вскинувшего руку в нацистском приветствии у Вечного огня. Региональное управление МВД проводит доследственную проверку. В социальной сети появилась фотография молодого человека у мемориала ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает LifeNews. Когда именно сделан снимок, неизвестно. Личность подростка устанавливается. Если в действиях молодого человека будут найдены признаки экстремизма, материалы передадут в СКР для возбуждения уголовного дела. Доходы губернатора Подмосковья за год выросли в 2,5 раза. Андрей Воробьев заработал 27 миллионов 700 тысяч рублей. Такие данные содержатся в декларации, опубликованной на сайте правительства региона. Губернатор владеет земельным участком, жилым домом, гаражом и помещением для отдыха. Транспортных средств, согласно декларации, у Воробьева нет. Кроме того, задекларирован доход в 1 миллион рублей одного из несовершеннолетних детей губернатора. Также детям принадлежат квартира площадью 195 квадратных метров и 3 жилых дома. В завершении выпуска курса валют по Центробанку на сегодня доллар стоит 65,77, евро 74,66. О погоде по данным Гесметио в Москве сейчас 9 градусов, днем облачно, до 18 тепла, вечером возможен небольшой дождь. Евгения Волгина, «Говорит Москва». Реклама Смартфон Microsoft Lumia 950. Эффективное решение для бизнеса, объединяющее производительность и надежность. Полная интеграция возможностей Windows и Office. Защита данных от современных угроз безопасности. Возможность использовать смартфон в качестве компьютера, просто подключив его к монитору. Lumia 950. Ваш бизнес. Мобильный. Подробности на microsoft.ru. Категория 0+. Телеканал 360 ищет репортеров среди зрителей. Установите на смартфон специальное приложение и ждите заданий. Если снятые вами кадры попадут в эфир, получите гонорар. Репортер 360. 17+. При оформлении годовой подписки на журнал «Эксперт» вы получаете дополнительные 3 месяца подписки. Плюс бесплатный доступ ко всем материалам на сайте эксперт.ру. Телефон 8 800 280 10. Категория 16+. Большая музыкальная премьера. Новый сборник песен на стихи поэта Михаила Гуцериева «Формула счастья». Только любимые звезды, только главные хиты. Стас Михайлов. Да, я жадный на любовь, знаю, что не важно. Таисия Повали. Моё платье, твои круг родные объятья. Ани Лорак. Греет меня память, греет понемножку. И многие другие. Слушайте в Apple Music и покупайте в iTunes. Подробности на сайте гуцериевмедиа.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы 737 87 47. Код 495. В субботу, 16 апреля, после 15 часов. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко будет читать тотальный диктант в доме Пашкова. Смотрите прямую трансляцию через твиттер «Говорит Москва». По будням, кроме вторника, после 12. Наша команда играет в защите. Время знать свое право. Право знать. В прямом эфире вас консультирует «Народный адвокат». «Говорит Москва». Всем еще раз доброе утро. Московские чиновники опубликовали декларацию о своих доходах вечером в среду, 13 апреля. Самым богатым министром столичного правительства оказался глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, заработавший, несмотря на кризис, почти 90 миллионов рублей. А из заместителей мэра самые большие доходы, ожидаемо, оказались у главы транспортного комплекса Максима Лексутова, который избавился от недвижимости в Италии, ни много ни мало. Лексутов за минувший год заработал более 65, почти 66 миллионов рублей, что уж там мелочится, в том числе и от продажи земельного участка с жилым домом. Судя по декларации, за 2014 год речь идет об участке в Италии площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а площадь Итальянского дома составляет 353 квадратных метров. В собственности Лексутова оказались три земельных участка в России общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и жилой дом. Но подробнее читайте, что у кого есть, на каких машинах ездят наши чиновники и даже мотоциклах на сайте газеты.рум. Мельдонию ослабили действия. ВАДА рекомендовала не наказывать спортсменов, в чьих допинг-пробах было мало мельдония. Многие федерации уже отчитали, что их атлеты попадают под мельдониевую амнистию, а теннисистку Марию Шарапову уже включили в заявку на майский турнир большого шлема Ролан Гарос. Об этом читайте сегодня в Коммерсанте. Аргументы и факты сегодня нам рассказывают, что 16 апреля пройдет акция «Тотальный диктант». По оценкам организаторов массовой проверки на грамотность в этом году достанут двойные листочки более 150 тысяч человек. Во многих регионах перед диктантом проходятся специальные занятия. Подтянуть свою грамотность можно на онлайн-курсах от организаторов «Тотального диктанта». Аргументы и факты публикуют в своем материале эти видеоуроки. Можно их посмотреть прямо на сайте, не искать. А также издание спросило у филологов, какие правила надо непременно повторить в ночь перед 16 апреля. Но вы все знаете, что в Москве «Тотальный диктант» будет читать наш главред Сергей Доренко. 9.37 – это был обзор печати. Говорит Москва. 94,8. Мы продолжаем радио «Говорит Москва». Четверг, 14 апреля. Дарья Кнора. И Юрий Буткин. Мы говорили до новостей о том, что никто не смотрит «Танцы со звездами». В результате голосования мы пришли к выводу, что смотрят эту программу только 5%. Но депутаты смотрят, судя по всему. Во всяком случае, они это комментируют. 138 пишет. Если депутаты действительно смотрят шоу для домохозяек, то у нас все еще хуже, чем я думал. Роман отправил нам стоп-кадр на почту, чтобы показать, что свастика там есть. А там действительно, там есть значок, на котором, как мы предполагаем, наверное, при очень большом увеличении ее там увидишь. Он там должен быть. В этом значке она должна быть. Но тогда получается, что действительно, то есть надо сначала указать, что она там есть. Потом приглядеться и так далее. То есть это должно быть большое желание. То есть это не... Вы все-таки хотели увидеть свастику. Я думаю, да. Все... Алексей Врач пишет в мгновениях, в 17 мгновениях весны. Все было пронизано подвигом Исаева, который вынужден рядиться в чужую форму. Шоу безидейно популяризирует вермахт. Именно вермахт вешал и расстреливал еще до СС. Шоу популяризирует. Ну, то есть любой... Как это сказать-то, я даже не знаю. Любой человек в форме, появляясь, популяризирует, получается. Получается так. Даже если он в этот момент как бы получается... Ну, так, я так понимаю идею этих людей, которые придумали это все в танцах со звездами. Даже если он перерождается, и зла превращается в добро, и гибнет... Все равно он успел, успел как-то пропагандировать это все, он за это время. Пока он не переродился. 610-й пишет о другом. Опять у нас, получается, двойные стандарты. Получается, что вот... Ну, ведь уже сказали, что вроде как проблем нет. Да. А проблем нет, потому что есть закон, что нельзя пропагандировать фашистские знаки, да, в том числе и свастику. А в литературных произведениях, если это необходимо, если это продиктовано сюжетом... Но это же не литературное произведение «Танцы со звездами». Это, ну, художественное, не литературное, а художественное произведение. Но в любом случае, еще раз, у Роскомнадзора нет претензии к этому номеру. Такая новость появилась вчера поздно вечером. И вот в этой связи 610-й пишет про двойные стандарты, мол, на ТВ можно, а за историческую фотку в социальных сетях статья получается. Да. Это разный взгляд, действительно, и никуда об этом не денешься. По поводу очеловечивания нацизма в 17 мгновениях весны, 705-й пишет, ну, ведь Шелленберг чуть ли не единственный был оправдан на Нюрнбергском процессе. Об этом пишет 705-й, ну, очень многие пишут, как же фильмы, где есть свастика, что нельзя показывать. Ну, получается, что до этого тоже может дойти. Ну, потому что в законе вообще-то есть, но когда вот так по-разному смотрят правоохранительные органы, я думаю, что люди, которые в следующий раз будут показывать, они лишний раз будут думать об этом. Ну, возможно, но я думаю, что до этого, конечно, не дойдет. Не замахнуться они на советские фильмы не смогут, мне кажется. То есть даже вот это они замахнутся ли на... Нет, лучше не надо, подумают они, ты думаешь так. Давайте вот что сделаем. Значит, депутат Худяков, про него мы поговорим еще отдельно, чуть позже, он назвал выступление неуважением, осудил, как такое можно было показывать и так далее. А вот депутат Клычков из фракции КПРФ в Мосгордуме сказал, что трансляция недопустима и, главное, в форме солдата выступать на сцене просто неэтично. Вот вы расцениваете то, что произошло на «Танцах со звездами» как неэтичный фрагмент. 134, 21, 35. Ну, пусть даже вот Роскомнадзор говорит, претензий никаких нет, но это неэтично, не надо так делать. 134, 21, 35. Нет, здесь проблем никаких вы не видите, и с точки зрения этики в том числе. 134, 21, 36. А вот как тебе кажется? Для меня нет никаких проблем. Меня не может такое видео как-то переубедить или заставить симпатизировать фашистам, переосмыслить как-то, не знаю, итоги войны или что-нибудь такое, ни в коем случае. Я же вижу своими глазами, что происходит на сцене, я понимаю. Вот добрый человек пишет, советские фильмы, это реконструкция, грубо говоря, этот номер неэтичен. Как вы это определяете? А как? Да, вот мне тоже интересно. Как вы это определяете? Там абсолютно негативный герой. Если вы смотрели этот ролик, вы видите, что солдат это плохой персонаж. То есть сначала он плохой. Он там кричит, стреляет. Потом взаимоотношения. Классический образ фашиста. Перерождают его. Женщина советская заставила его, во-первых, она влюбила его в себя, во-вторых, она заставила его поменять свои убеждения. Добрый человек, если вы сможете объяснить это, это важно. В чем разница, в чем это неэтично, а реконструкция, если бы это было реконструкция, это этично. То есть если бы, я правильно понимаю, если бы постановщики вот этого номера сказали, что есть такая история, и мы реконструировали ее. Да, то есть по реальным событиям. Тогда бы было этично, что ли? Я не очень понимаю эту логику. Значит, мы продолжаем голосование. Наверное, есть смысл его продолжать, собственно, дальше. Этично, неэтично. 134-21-35, этично. 134-21-36, все равно неэтично. Давайте. Голосование продолжается. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравия желаю. Сергей Борисович. Да, Сергей Борисович. Значит, снявшим голову по волосам не плачет. Над Кремлем с 25 декабря... Нет, 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 Сергей Борисович, давайте, давайте не будем. Разбивается символика РОА в Лассовской армии, которую на Нюрнберге посчитали, признали коллаборационистской организацией. Можно как угодно, но мы все-таки, давайте, мы еще раз, действительно, это такая широкая тема, можно очень далеко уйти. Но мы-то говорим про конкретный эпизод, против которого выступают вот пока, во всяком случае, довольно широко депутаты. Ленинградец пишет, да все нормально, что за переборы с идейностью, мою бабушку-блокадницу, такие вещи... Роман, мы ждем вас, да. Да-да-да, не оскорбляют и не обижают, давайте отделять муху от котлет. Я согласна с Ленинградцем, у меня тоже бабушка-блокадница совершенно, она спокойно к таким вещам относилась. Да, но только, Роман, я пока не вижу вашего звонка. Мы ждем звонка от Романа, Роман пишет, я попытаюсь вам объяснить, но я не вижу вашего звонка. Роман, слушаем вас, здравствуйте. Прошу. Алло. А вот теперь, похоже, Роман. Роман, это вы? Доброе утро. Доброе утро, я попробую объяснить. Понимаете, я вот хотел бы, если вы позволите, попробовать связать предыдущую тему по поводу патриотизма и по поводу вот нынешнего. Вот давайте попробуем так. Мне кажется, что основой патриотизма может служить некая такая, ну, назовемая абстрактная правда, да? То есть, когда мы, например, с вами говорим, что эсэсовская форма, она отвратительна, и при этом многие наши деятели одеваются в костюмы от Хьюго Босс, мы понимаем, что нам врут. И вот здесь происходит некий такой надлом сознания. Выполагаете? Ну, самое здесь, понимаете, мы, когда мы говорим, что вот там, это я написал, что вас, прислал вам скриншот кадра из этого самого, там единственное, можно на HD разглядеть. Ну, нет, я и говорю, то есть, этого даже не видно в обычном разрешении, да. Да, ну вот если HD, понимаете, мы же купили все телевизоры японские, теперь все это видят. Не-не, еще раз, то есть, Роман, чтобы понять вашу позицию, вы говорите даже о Хьюго Босс, вы даже о Мерседесах тогда говорите и об Ауте. Понимаете, ну вот да, то есть мы принимаем эстетику, которая материально, да, и нам рассказывают, как хорошо жить в Германии, какие там хорошие машины. И при этом мы говорим, а вот это вот отвратительно, и то, что там люди ходили, то есть нам происходит некий разрыв шаблона, да, как можно говорить. Я понимаю, Роман, Роман, 292-му ответьте тогда, он пишет, давайте отличать искусство от истории. Понимаете, у нас история есть материальная, а есть, соответственно, нематериальная. Вот посмотрите, если мы будем говорить, у немцев были во время войны лучшие автомобили, лучшие техники, да, совершение автоматы, но при этом наш человек смог победить, не имея вот этого всего. И здесь вот происходит разрыв вот этого, между материальным и нематериальным. И когда мы говорим о любви к родине, да, любви к женщине, мы говорим о чем-то нематериальном. Не понимаем. Понимаете, и это нельзя, этому нельзя научить, и это нельзя рекламировать. Но мы сейчас возвращаемся к этому танцу, и тогда непонятно, вот Юрий тут пишет, в 90-е ведь ветераны не раз встречались с ветеранами вермахта, и никогда это не называли очеловечиванием или оправдыванием фашизма. Ну, понимаете, это не очеловечивание, не оправдывание фашизма. Я, кстати, вот вы говорите, у вас мужская аудитория, я стал жертвой, я случайно зашел в комнату, где работал телевизор, и случайно попал на этот ролик. И у меня тоже возник вопрос, что это ребята там танцуют. Я не смотрел его целиком, я не видел перевоплощения, да. Ну, вот я жертва такая, случайно. Все понятно, спасибо. Ну, вот результаты. Неэтично 58%. Ну, да. 58%, 42% полагают этичными. Это много, все-таки подавляющее большинство. Вот, и вообще свастика символ язычников, это уже другое. Вот, Алексей Врач, мне кажется, логика, вот эту логику есть смысл понимать. Сначала мы демонстрируем свастику. Еще раз напомню, пусть даже только в HD ее видно, но мы ее как бы легитимизируем. Мелочью, да. Потом делаем ее привычной, пишет Алексей. Потом под эгидой политкорректности допускаем марш бывших ветеранов СС не только в Прибалтике. Ну, это обострение. Нет, понятно, что это обострение. Да, все-таки. Но логика понятна. Вот такая логика возражения понятна. Тогда мы повторяемся и вспоминаем про 17 изгновений весны, и очень много советских фильмов выпадают под эту же логику, понимаете? Ну, как так? Ну, мы же все-таки можем как-то отличать действительно мух от котлет? Или нет? Или все-таки нам вот лип так, лип так? Джазмастер пишет, не надо путать немецкое и фашистское. На немецкой театральной сцене или телевидении нереально увидеть актера в эсэсовской форме. Ну, вот я бы все-таки джазмастер. Вот нереально увидеть актера в эсэсовской форме? В этом так уверены. Что-то не знаю. Мне кажется, что уж совершенно точно отрицательные роли там могут быть. Или победа маленького человека над... Да, системой. ...системой машиной, перерождение человека. Неужели вы хотите сказать, что в немецком театре или на немецком телевидении такого не показывают? Не знаю. Не думаю. Теперь Роман Худяков. Тут нам о нем тоже напоминают. В том смысле, что депутаты, они слишком внимательны. И Роман Худяков, утверждает Андрей, тот самый, который что-то там рассматривал на 100-рублевой купюре. А, это он, кстати, это правда. И он привлекает внимание к этому. То есть большинство бы и не заметили эту свастику, а заметив ничего, бы и не подумали об этом. Правильно? А он обострил эту ситуацию, вывернул ее наизнанку, грубо говоря. И сейчас мы сидим и думаем, ах, как вот, что же нас всех так вот тут обманули. Мне кажется, это странно, действительно. Так что происходит? Что происходит с... Депутатами? С депутатом Худяковым. Ну, он пиарится, мне кажется, нет. Ну, вот история с ЛДПР, которая произошла. Да, есть... Ведь депутат Худяков, насколько я понимаю, из ЛДПР исключен. Вот есть новость, из ЛДПР выгнали цитаты предателей, дураков и проходимцев. Высший совет ЛДПР исключил из партии депутатов Госдумы Дмитрия Носова. Это который, собственно, спортсмен Романа Худякова и Ирину Чиркову. Об этом говорится в сообщении... Ирина Чиркова. Чиркова, да, прошу прощения, на сообщении на сайте партии. По мнению ЛДПР, Дмитрий Носов, призер Олимпийских игр, основатель движения «Антидилер», увлекся личным пиаром. Собственно, и сами однопартийцы так считают. Он исключенный с формулировкой за утрату связи с партией. Так, с Чирковой... А по поводу Худякова в ЛДПР существует фактически единое мнение. Он, мягко говоря, глуповат. А это откуда мы берем вот это вот... Это прямо с сообщения на сайте... Это прямо с сайта, это прямо с сайта. Вот так. Вот так. На сайте ЛДПР вот о своих бывших товарищах примерно так и говорят. А я-то, собственно, почему про ЛДПР вспомнил? Потому что, мне кажется, важным обсудить сегодня предложение Владимира Жириновского. Которого, конечно, никто не исключает из ЛДПР. Ни в коем случае. Это невозможно. Он же памятник. Да, Владимир... Владимир Жириновский предложил КПРФ взять на себя расходы по сохранению тела Ленина. До этого появились в очередной раз сообщения о том, сколько это стоит. 13 миллионов рублей. И Жириновский в интервью нашей радиостанции говорит, что не надо тратить деньги на сохранение тела Ленина. Ну, в смысле, государство не должно тратить деньги на сохранение тела Ленина. КПРФ может взять на свой счет, если у них есть такие деньги. Ну, так говорит же Жириновский. Он говорит, что не нужно устраивать референдум о том, надо сохранить... Ну, то есть, надо сохранять вот тело вождя, как будто бы он живой в мавзолее. Или захоронить его тело по христианским традициям. Не надо никакого референдума. Никто обострять обстановку не будет. Но вот пусть хотя бы коммунисты платят сами за содержание мавзолея. Вот эту идею я предлагаю проголосовать. 7-3, 7-3, 94-8 и обсудить. 134, 21, 35. Жириновский прав. Это все-таки дело коммунистов. Ну, вот это им важнее, они и должны за это платить. Ну, или кто-то другой, активисты какие-то должны собирать деньги, но не государство. Я тут недавно читала большой материал, сейчас не могу его найти, про то, как тело Ленина, грубо говоря, продвигает науку, в том числе и медицину, и биологию. Нет, ну, наверняка что-то там происходит. Да, там они исследовали. Это же редко встречается в мире. Да, бальзамирование. Какие сейчас, благодаря этому, созданы инъекции для омоложения, в том числе, то есть сохранение молодости, да, то есть тела, кожи, функции кожи, там, не знаю, коллагена того же. То есть он не просто так там лежит, вообще-то. Но при этом вот Жириновский выступает с такой идеей. 134, 21, 35. Действительно, активисты должны содержать тело Ленина за свой счет. Или коммунисты, или какие-то активисты, граждане. Ну, те, кому это важно. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Это дело государственное. Все-таки это наша история, это дело государственное. Это наука. Как об этом только что Дарья сказала. 134, 21, 36. Голосование пошло. Пошло достаточно активно. 794-й полагает, что давно пора похоронить. Лучше кремировать, декурат, разобрать. Ну, я вот, в чем смысл вот этого? Ну, разобрали. Что, счастье? Сразу же? Буквально с утра? Да, вот. Начало шестого сигнала счастья. Декуратор забрали. Да. Кто будет Кремль содержать за свой счет? А мы сейчас не про Кремль. А мавзолей Ленина это точно не Кремль. Вы же понимаете. Да, это музей. Значит, активисты, коммунисты, кто-то должен содержать мавзолей Ленина, но не государство. 134, 21, 35. Нет, это государственное дело, научное дело, еще что-то. 134, 21, 36. Голосование пошло. Это памятник культуры. Я думаю, да, Дмитрий спрашивает, какой статус у мавзолея? Это памятник культуры. Это музей, памятник культуры. Это памятник культуры, да. Ну и что? Мы же сейчас не об этом говорим. Ну, понимаете, вот когда задают такие вопросы, ну, памятник культуры сегодня, а завтра он может перестать быть памятником культуры. И так и бывает. Это документы. Давайте послушаем. Пока, спасибо за активное голосование, оно продолжается, но у нас проблема. У нас проблема с телефонной машиной, которая не переносит, когда ее, когда на нее пытается дозвониться много людей. Да, нам придется перезагрузить телефонную машину. Да, мы перезагружаем. Тем, кому это не важно, не патриоты. 797-й. Ой. Мы возвращаемся к той теме. Жириновский тоже не патриот, уверен, 797-й. Нет государственных денег и денег партии. Есть деньги налогоплательщиков. Нет, нет. 790-й. 950-й. Вот ровно об этом мы сейчас и голосуем. 134, 21, 35. Деньги партии, они не обязательно государственные. Да, компартия получает деньги, это предусмотрено законом, но она получает деньги и от членов партии. Это все-таки уже... Взносы членские. Это уже их дело. И вот они из этих денег, пусть даже им государство это платило, положены такие законы. Но вот они и должны платить, свои деньги расходовать. Или вообще люди собираются деньги, как это, через интернет, как по-разному можно собирать деньги. В общем, негосударственный бюджет 134, 21, 35. Не-не-не, бюджет, бюджет 134, 21, 36. 71-й справедливо спрашивает, а кто считал доход от туризма? Туристы едут смотреть на Ленина, это правда. В основном иностранные, причем туристы, потому что наши-то редко ходят в музей. С другой стороны, нельзя не признать, что очереди не те. Да, вот в Ханой, в музолей Хошимина, там вообще очереди на километр. Очереди не те. И поэтому говорить о том, что вот уж прям туристы едут смотреть на Ленина, ну не знаю. Ну я правда тоже не видела. Хотя безусловно, эта достопримечательность, с этим, по-моему, спорить довольно сложно. Трудно, да. Да. Отправить Ленина в Дарвинский музей нужно, или в конценткамеру, полагаю, 492-й. О сохранении тела обеспечивает материально Вилар. Деньги идут от продажи лекарств и БАДов. Мне кажется, зачем на людей перекладывать? Алексей Врач, а 13 миллионов из бюджета, как говорят, это что такое? Может быть, Вилар доплачивает? Я не знаю. Немалые деньги от туристов приносят Мавзолей, пишет Слава Бик. Слава Бик, вы должны объяснить, каким образом это происходит. Ну вот, я, конечно, не вчера был в Мавзолее, надо признать это. Я была один раз в 7 лет. Меня не впечатлило. Не, меня тоже не впечатлило. Я был, конечно, не в 7 лет. Я был таком, прямо скажем, уже свершившимся человеком. Я уже был, да я не знаю, лет 30 мне было, наверное, когда я первый раз дошел до Мавзолея. Это уже сознательно, да, сознательный возраст абсолютно. Да, да, да. Я уже абсолютно свершился к тому времени, и я, честно говоря, не ожидал того, чего я увидел. И я, конечно, не хочу больше туда идти. А, кстати, что ты увидел? Ну, в смысле, чего ты не ожидал? Ну, целлулоидность. То есть меня вот сильно шарахнуло именно вот это ощущение вот этой целлулоидности. Того, что это не оно. Это не оно. То есть можно было положить восковую фигуру с Мадам Тюссу? В моем понимании лучше бы его закрыли и меня туда не пускали. Я бы думал, что там лежит тело Ленина. Да, может быть, в этом был бы больше эффект. Я бы действительно, когда я туда сходил, вот этот хрустальный дворец, он как-то вот разбился. И поэтому, я не знаю, мне довольно сложно. Вы подонки, пишет Геша. Да. Содержание Кремля и памятников Москвы за чей счет? За счет Романовых, иначе сносить, пишет 161-й. 13 миллионов в месяц или в год? В год, в год, в год. В год, в год, в год, 417-й. Я хотел сходить к Ленину, но очередь ни за что. Слишком много людей. Интересно. Не знаю. Не замечала. Да, хранить тело. Нет, мы сейчас не спорим о том, гуманное это, этичное это. Тело должно успокоиться. Мы уже понимаем, что люди по-разному об этом думают. Да. Теперь уже думают, кто за это должен платить. Насколько я понимаю, это в некотором смысле продвижение. Может быть, вас немножко успокоит то, что там от тела Ленина, в общем-то, осталось уже процентов, наверное, 30. А это должно успокоить, ты полагаешь? Я не знаю, ну, просто люди переживают, что там как-то там останки, правки. Я не знаю, в этом смысле, вот человек, первый раз вижу, чтобы так яростно обсуждался труп человека. Ой, да вы что? Я не уверен, что это вообще трупом можно называть. Да, вот в том-то и дело. Это что-то другое. Мы тоже это понимаем прекрасно. 33 на 67 результат голосования. Граждане, партия, 33 процента. 67 процентов говорят, нет, конечно, это дело государственное. Вот, значит, серьезно относятся. Значит, это важно, для нашей аудитории это важно. Вот тут каждый раз убеждаюсь, когда говорим про Ленина. Результат есть. Теперь разговор о движении. Подъем в движении. Город едет так же тяжело, как и ехал час назад. Движение плотное. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Проблемы в районе пересечения Ленинградки и МКАД как-то почти рассосались. Но внешний МКАД перед Ленинградкой сильно останавливается. Еще до Дмитровки пробка начинается. Что еще? Совсем плохо на юго-востоке, в районе Малаховки, в районе Октябрьского. Ни туда, ни сюда нет движения. И есть проблемы на севере, на внутреннем МКАД. Ой, нет, на юге, на внутреннем МКАД. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. 7373948, где едете? Доброе утро. Да, вот это вот полностью описал наш слушатель. Ту самую пробку, о которой я только что упомянул. Юг МКАД, внутренний МКАД. Много времени потратите, если туда поедете. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 10 часов столицы в студии с новостями. Евгения Волгина. Здравствуйте. Движение поездов на фурском направлении восстанавливается. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщила замначальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Елена Бочарова. По ее словам, следовавший по маршруту Подольск-Дедовск электропоезд из-за технической неисправности отбуксирован в топик. Движение электропоездов на участке Подольск-Щербинка все это время не прерывалось. Оно было организовано вариантным графиком. В связи с необходимостью стабилизации движения временно поезда двигались без остановок на станциях Подольск, Щербинка и Силикатная. С 9.40 электропоезда проследуют со всеми остановками в обоих направлениях. Диспетчерским аппаратом дороги делается все возможное для восстановления графика движения пригородных поездов. Ранее на станции Силикатная сломалась электричка, колесную пару заклинило при отправлении состава. В результате произошел сбой, пассажиров из других поездов высаживали на платформах. Посольство России в Армении забросали яйцами и монетами. У здания собрались несколько сотен человек. Они выступили против продажи оружия Азербайджану. Полиция перекрыла дорогу, где представительство, однако протестующим удалось прорвать оцепление. Об этом сообщает «Кавказский узел». Издание «Новости Армении» пишет, что во время акции звучали призывы о выходе страны из состава Евразийского экономического союза. Собравшиеся также скандировали лозунги, в частности «Мы хозяева Арцаха», так по-армянски называется «Нагорный Карабах». Россия поставляет оружие как Армении, так и Азербайджану в рамках заключенных контрактов. Отношения между Баку и Ереваном обострились 2 апреля. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия в зоне карабахского конфликта. Сергей Лавров заявил о нежелании России втягиваться в противостояние с НАТО. С точки зрения главы МИДа, Альянс ищет врагов, цитирую, для придания смысла своему существованию. Лавров назвал беспрецедентным с окончания холодной войны наращивание военной активности, присутствие НАТО в Восточной Европе с целью оказания давления на Москву. По словам российского дипломата, действия Альянса сопровождаются агрессивной пропагандистской кампанией по демонизации России. Сергей Лавров сегодня находится с визитом в Монголию. Ранее сообщалось, что Москва не исключает предоставление рублевого кредита Улан-Батору. Александр Лукашенко намерен активизировать сотрудничество с Турцией. Цитирую, настал момент актуализировать повестку дня, откорректировать дорожную карту отношений, сказал президент Белоруссии на встрече с Раджепом Эрдоганом в Стамбуле. По информации РИА Новости, главы государств договорились об увеличении турецких инвестиций в белорусскую экономику и взаимодействии в сфере туризма. Минфин объяснил законность системы Платон свободой выбора. В ведомстве заявили, что плата за проезд большегрузов по федеральным трассам считается сбором, а не налогом и не противоречит Конституции. Об этом сообщает РБК. В Минфине также отметили, что перевозчики могут сами выбрать любой способ транспортировки грузов, например, отказаться от тяжелых машин, что позволит избежать сбора. Кроме того, в случае неуплаты налога нарушитель все равно должен его оплатить, в то время как за неоплату проезда взымается штраф. Ранее Минюст отказался признавать Платон налогом. В Минтрансе заявили, что сбор платы с машин тяжелее 12 тонн позволил оптимизировать логистику грузоперевозчиков. В завершении выпуска курса валют по Центробанку на сегодня доллар 65,77, евро 74,66. О погоде по данным Гесметио в Москве сейчас 10 градусов тепла, до конца дня сохранится ясная погода, ближе к вечеру возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до 18 градусов. На этом пока вся информация. Евгения Волгина, Говорит Москва. Желаете купить, продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене? Нет ничего проще. Агентство недвижимости Простор. Работаем по специальной методике скоростных продаж. Звоните 921-4901. Код 495. 921-4901. Агентство недвижимости Простор. Быстро. Выгодно. Надежно. 921-4901. Смартфон Microsoft Lumia 950. Эффективное решение для бизнеса, объединяющее производительность и надежность. Полная интеграция возможностей Windows и Office. Защита данных от современных угроз безопасности. Возможность использовать смартфон в качестве компьютера, просто подключив его к монитору. Lumia 950. Ваш бизнес. Мобильный. Подробности на Microsoft.ru. Категория 0+. Что такое семья? Это там, где ты делаешь свои первые шаги. И даже когда ты падаешь, тебя всегда простят и поддержат. Семья там, где ты получаешь свой первый опыт, чтобы потом все сделать наоборот и понять, как родители были правы. Семья там, где тебя всегда ждут и примут такого, какой ты на самом деле. Даже если ты всегда забываешь поздравить с праздником. Семья – это лучшее, что у тебя есть. Береги родных и близких. Социальная поддержка семьи и воспитание подрастающего поколения – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. При оформлении годовой подписки на журнал «Эксперт» вы получаете дополнительные 3 месяца подписки. Плюс бесплатный доступ ко всем материалам на сайте эксперт.ру. Телефон 8 800 280 10. Категория 16+. Телефон рекламной службы 737 87 47. Код 495. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются. Не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. По будням после пятнадцати, по выходным после семнадцати часов. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Подъем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 апреля. Сейчас 10.07. Дарья Хнора, доброе утро. И Юрий Буткин, доброе утро. 507 пишет. Уже давно из бюджета России не идут деньги на мавзолей. Не врите про 13 миллионов рублей. Берете, это я 507-му, берете портал государственных закупок. Находите извещение о закупке медико-биологических работ по сохранению прижизненного облика тела Владимира Ленина. Исходя из данных портала, вы найдете услуги не промазолей. Услуги по содержанию тела Ленина оплачивает бюджет в размере 13 миллионов рублей в год. Да. Так что все это легко проверяется. Ник Вуйчич, вы знаете, кто такой Ник Вуйчич? Да, это знаменитый инвалид, да, можно так сказать. Это такое слово, вокруг которого идут все время споры, насколько правильно можно это говорить или нельзя говорить. Ну да, действительно, это слово используется в русском языке. Это человек, у которого нет рук и ног. Да. Да, у него нет рук и ног с рождения. И он, по сути, в некотором смысле, использует свое положение для того, чтобы... Нет, я не скажу, чтобы заработать деньги. Для того, чтобы, во-первых, слово Божье нести, потому что он об этом всегда говорит. Во-вторых, для того, чтобы на своем примере показать, что такое жизнь. Да, он мотивирует людей. Он называется, так не по-русски, мотивационный спикер. Да, мотивационный спикер. То есть это человек, который мотивирует вас на что-то хорошее. И он ездит по всему миру и мотивирует всех. Да. А вы знаете, что у нас у Внешнеэкономбанка проблемы? Ну, об этом говорили. Говорили, что надо даже пенсионные деньги некоторые говорили о том, что как-то особенно надо использовать, потому что у Внешнеэкономбанка проблемы. Ник Вуйчич в Москве. И вчера он мотивировал работников Внешнеэкономбанка. Это прекрасно. Ну, об этом есть сообщение. Председатель ВЭБа Сергей Горьков встретился с коллективом госкорпорации. Во встрече участвовал знаменитый мотиватор Ник Вуйчич. Я цитирую по агентству. По-моему, это РБК. Да, это РБК. Писателя, певца и мотиватора из Австралии пригласили, чтобы поднять боевой дух коллектива. Больше того, там какая история была, оказывается, рейс Вуйчича задерживался на полтора часа. И все это время председатель Внешнеэкономбанка отвечал на вопросы своих сотрудников. А потом пришел Вуйчич, потом ему аплодировали стоя, он рассказывал, как не видел смысла в жизни, как пытался покончить с собой, как обижался на Бога, как в итоге нашел призвание, он ездит по миру, он играет в футбол, говорил о том, как правильно его воспитывали родители, он рассказывал, как заставляли пылесосить квартиру, несмотря на то, что у него нет рук. Он подбородком держал пылесос, или когда просил у родителей новую игрушку, они ему просто говорили, заработай на эту игрушку. Ну вот теперь работники Внешнеэкономбанка, насколько я понимаю, мотивированы. Ну, прослезились, да, мотивировались, перестали обижаться на Бога, видимо. А разговор-то немножко о другом, а вот что может мотивировать вас? Человек вот своим примером мотивирует. В данном случае он пришел во Внешнеэкономбанк, я не знаю, почему его пригласили, но его пригласили для того, чтобы мотивировать, видимо, на то, чтобы они увидели смысл в жизни, что ли, сотрудники Внешнеэкономбанка, потому что там в РБК отдельно сотрудники говорят о том, что у них есть вопросы. Ну, они, когда приходят на работу, у них есть вопросы о будущем там и так далее. То есть они не очень уверены в завтрашнем дне. Да, зачем они, зачем они здесь? Да, и вот к ним пригласили Ника Вуйчича. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ой, нет, так не получится, извините. У нас радио... Когда вы дозваниваетесь, не забывайте выключать радио. Или будет вот так вот очень плохо, ну, будет не слышно. Вообще это очень дорогой коуч, пишет Ленинград. Ну да, есть такое слово. Спикер и коуч. Это круто, что банк вкладывает деньги в такую мотивацию своих сотрудников. Ну, дальше уже у Романа циничные комментарии по поводу того, как надо руководству веба оторвать руки и ноги. Но правда, про мотивацию все-таки. Мотивационный спикер. Вот человек приходит и заряжает тебя. Это круто. Ты знаешь даже слово коуч, я так понял. Да. Что значит очень дорогой коуч? То есть это люди, которые... Кто такие коучи? Это люди, которые приходят и рассказывают о том, как... Ну, это есть там тайм-менеджменты, опять же. Они, во-первых, мотивируют, рассказывают, как нужно строить свое время, чтобы там... На своем примере, как правильно. На своем примере. Там иногда просто опрашивают, соответственно, зрителей, тоже как-то им объясняют на их примере. Ну, то есть по-разному это все происходит. Но в целом, да, это очень используется во всяких бизнес-структурах. Ну, крупных сейчас, конечно. Мишка пишет... Извини, пожалуйста, коучинг — это метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, называющийся коуч, то есть это именно человек-коуч, помогает обучающимся достичь некой жизненной и профессиональной цели. Очень сильно мотивирует моменты, когда что-то получается. Это чувство... Чуйство. Чуйство. Так получилось. Чувство эйфории, пишет 46-й, 417-й, пишет обычный бизнес-тренер. Мне кажется, что все-таки Вуйчича нельзя называть обычным бизнес-тренером. Нет, он не обычный бизнес-тренер. Все-таки он как раз, наверное, и не коуч, если мы говорим об этом классическом определении, которое ты только что определила, привела, потому что он же все-таки, наверное, мотивирует жить. Не столько добиваться успеха на работе или каких-то целей. Он, как я понимаю, мотивирует жить. Я смотрела его ролики, и я так понимаю, не то что мотивирует жить, он мотивирует на то, чтобы найти смысл жизни. Вот и учитесь на моем примере. Цель, да. Вот он нашел цель, он там пропагандирует какие-то, да, там, не знаю, что-то, в общем, не важно. Вы можете найти там свою цель жизни в работе в Решакомбанке. Дима пишет, мотивирует сильным духом и жаждой жизни. Андрей обращает внимание на то, что Вуйчич много говорит о Боге, и он, насколько я понимаю, не православный. Нет. Мягко говоря. Его называют протестантом. Насколько мы смотрели, он, как это, никакой религии... Он себя никакой религии не относит, у него особое отношение с Богом, как он говорит. Вот, так что, ну, можно назвать его, наверное, протестантом. И вот Андрей в этой связи пишет, что саентологов они не хотят позвать. Возвращаясь к тому, что ВЭП – это, в некотором смысле, государственная структура. 7373-94-8, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле сейчас... Алло, алло. Да, да. Меня зовут Дмитрий. Коучинг, да, в принципе, он сейчас на подъеме. Но все эти консалтинги, да, они с такой призмой российской действительности вгендаются в наши, так скажем, компании, там, Монополия и другие. Вот. Ну, а в принципе, коучинг – это живет по, там, двум-трем основным постулатам. Первый – это потенциал каждого человека не имеет границ. Второе – в определенный этап жизни каждый из человек способен сделать тот максимум, на который он способен. И за счет этих двух постулатов они подгоняются. Но, опять-таки, в нашем же ИВТБ и в других структурах из 20 человек двое обучаемые, а один вырастет только реально в того специалиста. А как вы определяете, видимо, уже как коуч, как вы определяете, сколько человек обучаемый, а сколько нет? Ну, существует такая задачка интересная. Я вам сейчас скажу. Играя в теннисную партию, интерес получаешь, когда подаешь на ракетку и также получаешь ответный удар на ракетку. Назовем это задачей А. Дальше начинаешь играть чуть сложнее, удаляя от этого человека, ставя перед ним новые задачи, удаляя от него мячик. Он начинает за ним тянуться. И если по прошествии времени он тащит с корта теннисного задачу Ф, которая ложится в виде шарика в угол площадки, то это обучаемый человек. Если он этого не делает и даже туда не движется, с ним просто как бы дело дальше. Ну, вы-то как, вы-то рекомендуете пройти через подобное? Не только рекомендую. Я сотрудников мотивирую всегда по средствам коучинга. И, в принципе, для руководителей, для многих, такие няньки, да, так даже, ну, их называют бизнес-няньки. Они тоже, в принципе, востребованы. Но вы понимаете, нет, вы полагаете, что лучич это такая же бизнес-нянька? Ну, с очень большим плюсом, который налицо, понимаете? И вот именно из-за этого сразу начинают слушать. Обычных коучеров, все-таки им сначала приходится... Завоевывать внимание. Скажите тогда еще одну вещь. 507-й пишет, но пиар на инвалидах это низко. Что? Пиар на инвалидах это низко, утверждает он. Ой, ну, тут либо мы берем моральный аспект, либо мы реально про бизнес разговариваем с вами, не про коучинга. Понятно, ничего такого, просто бизнес. Не понимаю, кто пиарится на инвалидах, сам... Да тут возникает вопрос, кто инвалид еще. Да, возникает вопрос, ну, потому что известно, что Вуйчич миллионер. Да, и он себя считает полноценным человеком. Абсолютно. 7-3-7-3-90-4... Коуч это тренер, который натаскивает на навыки учить приемам и натаскивает на автоматизм выступления. Вот Джерзи пишет нам через твиттер. Коуч рассказывает вам, какое вы ничтожество и как надо себя вести, чтобы перестать. Ну, да, начинается все с того, что вы израсходуете минимум своего потенциала на данный момент. Вы вообще, что вы вообще делаете? Сидите ровно на месте. А могли бы вообще тут добиться таких высот? Ну, это как бы, да, это один из методов мотивации. Слушаем вас. Доброе утро. Алло. Сергей Борисович из Москвы. Да. Юрий, вы, пожалуйста, только если берете смс читать, то читайте полностью. Смс от 507-го звучало полностью так. Пиар на инвалидах – это низко и подоночно. Так. А симбиоз ростовщиков и сильных духом – это бизнес. И? А что и? Вы прочитали половину смс-ки и задаете вопрос вашему другому собеседнику. Это неправильно. А я теперь вам задаю вопрос. А я все сказал. По-моему, больше не о чем говорят. Хорошо, не о чем говорить. Так не о чем говорить. Так не о чем, конечно. Люди с ограниченными возможностями, пишет Алексей, вызывают человеческое и профессиональное участие. Люди, которые их используют для наживы, вызывают чувство брезгливости. Тогда мы опять возвращаемся к 507-му, который теперь воспользовался возможностью и прочел уже под другим номером свое сообщение целиком, но он пишет, симбиоз ростовщиков и сильных духом – это бизнес. Ничего личного. Ничего личного. Никто никого не использует. Вполне возможно, что это договоренность нормальная. И главное, если от этого получается польза, если человек начинает видеть какие-то перспективы, то, в общем, довольны должны быть все. Мне тоже так кажется. В том числе и… Сам Вуйчич. ВТБ или Внешэкономбанк? Внешэкономбанк. Внешэкономбанк приглашал Вуйчича Внешэкономбанк. Его ждал председатель Внешэкономбанка. То есть на разогреве у него был председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Но если можно так говорить, мы цитируем по РБК. Там получается, что пока ждали Вуйчича полтора часа, он долетал, его самолет держали. И все это время председатель ВЭБа разговаривал со своими сотрудниками. То есть отвечал на вопросы. «Ничего не понимаю, спешит Стеша, что вы говорите. Какие-то непонятные слова все употребляете». 7373948, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. На самом деле, мне кажется, что Вуйчича никто не использует. И Вуйчич сам очень активен. И то, что его приглашают, показывают возможности людей, это просто замечательно. То, что делает ВЭБ, я в это немного вовлечен. Это, по-моему, достаточно хорошо, поскольку там еще участвуют дети. И действительно, это дает мотивацию людям. Дает понимание, что... Но вы смотрите, смотрите, смотрите. ...за ограничения возможностей. Смотрите, раз уж вы говорите, что вы вовлечены, вы тогда должны объяснить. Но все-таки в любом случае это бизнес-тренер. В некотором смысле, да? Вуйчич. И государство, Внешэкономбанк ведь это государство, и государство тратит деньги на бизнес-тренера. Это нормально, говорите вы? Да, да, да. Хорошо. Потому что, на самом деле, это толкает вперед всю отрасль. Хорошо. И даже людей не заинтересованных. Тогда мы возвращаемся к личности Вуйчича и не можем не сказать о том, что это проповедник-протестант. Ой, он, ну, он, когда он выступает, он же не излагает какие-то религиозные взгляды, да? Да ну? Он излагает свою жизненную позицию. Она у него проактивная. Подождите, а вы были на встрече с Вуйчичем хоть раз? Сам лично не был. Я по ютубу смотрел его выступления. И вы видели выступления, в которых он не говорит о роли бога? Ну, он не говорит как проповедник. Он не говорит о религии, да? Он говорит о боге, как о большей ценности для него. Он говорит о взаимоотношениях себя и бога. Вот двустороннее просто, да. Он не говорит о религии, он говорит о взаимоотношениях своих и взаимоотношениях бога. Да, да. 7373-94-424-му кажется, что можно задавать вопрос, не похоже ли это на новогодний корпоратив Роснано. Я тоже вспомнила, кстати, про Роснано и про то, что Чубайс там тоже выступил в роли некоего куча, когда всех так замотивировал, сказал, что у нас очень много денег, очень много денег. Там была живая музыка. Уж если кроме Вуйчича говорить про внешнеэкономбанк, еще раз напомню, мы цитируем по РБК, они описывают эту историю, эту встречу. Что было до Вуйчича? Тоже, тоже интересно. Живая музыка, звучат песни на тему перемен, Цои, мы ждем перемен, Ветер перемен из фильма Мэри Поппинс. Показывали ролик, где снимаются сотрудники Веба, которые иллюстрируют практику работы старого Веба, закрытый кабинет и бюрократия, феодальная разобщенность. Фильм рассказывает, что сотрудники общаются не напрямую, с помощью бумажек. В роли, в ролик людям показывают ролик, где показано, как молодой парень, которому нужно решить производственную проблему, ни до кого не может достучаться. Людям как бы в кино показывают, как они работают, как плохо они работают, насколько я понимаю. Ну а потом, собственно, уже были ответы на вопросы руководителя Веба, а потом был, собственно, Вуйчич. Ну вот, собственно, Джерси правильно описал, очень емко и лаконично. Коучи рассказывают вам сначала, рассказывают о том, что вы ничтожество, а потом нам рассказывают, как все будет прекрасно, если мы будем мотивированы, бодры и напружинены. Тут, Алекс, сразу возникает вопрос у него, проводил ли Веб как госструктура мероприятия через госзакупки, насколько это законно. Александру кажется, что если он сам не может мотивировать, то значит, да, 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 да. Если ему понадобился Вуйчич, значит, он недостаточно эффективный как председатель. Так полагает Александр. 596-й. Вуйчич предприниматель, люди, он зарабатывает деньги на словах, вы только завидовать ему можно, он же миллионер, пишет Степан из Вайтрана. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Доброе утро, Юрий, доброе утро, Дарьян. Доброе утро. Это Андрей из Москвы. Меня пугает несколько аспектов данной истории. Первое, за чьи деньги банкет? Если не изменяет память, мы продолжаем говорить о государственном банке. Ну, внешнеэкономбанк мне казался государственным. Мне тоже казалось государственным, и ваше упоминание о сайте госзакупок, оно очень актуально. Вспоминая более раннюю тему о патриотизме, хочется спросить, а кручеры в России, они перевелись или что, или они отказались сотрудничать со столь странной государственной структурой? И третий момент, ну, вы знаете, банк и мотивация сотрудников банка, это более, ну, это вообще мероприятие достаточно странное, потому что банк и перекладывание бумаг, и общение через бумаги и другие средства, мы идем в банк, потому что мы ему верим и надеемся, что это очень консервативная структура. Но тут еще одна важная деталь все-таки, и об этом нельзя не говорить, что это не простой банк. Внешэкономбанк это все-таки, это вообще государственная корпорация, это даже формально государственная корпорация, не коммерческая организация. Конечно, но больше всего пугает то, что газета, которая тоже не является, скажем так, ну, там, английским ВСАН или что-то, желтая пресса, посвящает этому достаточно большой объем своих, своей площадки информационной, которая нам сообщает. Ну, в принципе, меня меньше бы удивило, если бы они называли правоплавного попа. Это было бы, ну, хоть как-то, который бы мотивировал ничуть не хуже, чем Вуйчич сотрудников. Вы думаете? Вы иронизируете. Вы сейчас иронизируете. Немного. Вот сейчас уже да. Потому что... Первое, за чьи деньги банкет? Ну, давайте все-таки признаем, ну, хотя бы вот на этом уровне признаем, что один из самых ведущих мотивационных спикеров Вуйчич, один из самых дорогих, я подозреваю. Вот. Вот тут собака и порылась, понимаете? Я занимался тренингом, да? В мире платят... Нет, 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 подождите, я просто договорю тогда. В мире платят за эффективность. Значит, он эффективен. Совершенно верно. Просто в мире платят еще за гражданство. В мире тренинга. Если вы будете сообщать о том, что вы гражданин России и хотите провести тренинг, ваша ставка будет, ну, давайте так, я этим занимался 10 лет назад. Порядка тысячи долларов за три лекции. Если вы приходите точно так же, без акцента, но сообщаете о том, что вы только что приехали в Штатах, гражданином которых вы являетесь, то ваша ставка возрастает ровно, возрастала, ровно 5 раз. Ну, правильно. Вы получаете за три лекции 10 тысяч долларов. Это все понятно и, в принципе, объясняется, потому что в Америке это существует давно. Понятно. Это культура коучинга, да, и там это все. Ну, к нам она приходит сейчас, судя по всему. Да, и с точки зрения бизнеса, конечно, эффективнее позвать крутого коуча, да. То есть, ну, это понятно. Любой руководитель. Он технологичен, он понимает, как говорить, что говорить, что делать. Известно, что произойдет после того, как он приедет. Все люди, как известно, одинаково. Ну, за определенным исключением. Типа цвета кожи, цвета волос там и так далее. Но, в общем, примерно одинаково на них одинаковые слова действуют. Ну, так говорят. Теперь еще. Как только ВЭБу выдали наши пенсионные деньги, так он начал проводить развлекухи, уверен Юрий. Правда, вот тут вот Василий пишет. Госкорпорация же такая же коммерческая организация, как и остальные. Значит, они закон не нарушают и имеют право. Нет, ВЭБ не коммерческая организация. С 2007 года учреждена Российской Федерацией на основании федерального закона о банке развития. Это я вам читаю по Википедии. 424-й, это, видимо, по поводу идеи пригласить какого-нибудь священника. 424-й пишет, а что бы, к примеру, мог сказать про Таирей Дмитрий Смирнов, сотрудникам ВЭБа, что давайте деньги в рост грех? Ну, вот поэтому его, видимо, и не позвали. Все-таки, в очередь не священник. Он просто говорит о Боге, а не о религии. И не только о Боге. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита, Москва. По этому поводу вспоминается восхитительнейший анекдот про бордель, если вы помните. Ну, напомните нам. Когда при падении, так сказать, прибыли, мебель не переставляют, меняют составляющих исполнителей. И? Это вот мой любимый вопрос в таких случаях. Я потому что я не понимаю реально. Да. Это к чему? Давайте я, если у вас есть немножко времени, расскажу сам анекдот, да? Нет, нет, давайте все-таки вы просто объясните, что в применении к данному конкретному случаю вы хотите сказать. В применении к данному конкретному случаю я хочу сказать, что, ну, если к нам приезжает, к вычищу нету никаких претензий, это человек восхищает. Ну, неужели веб считает, что у нас все настолько плохо, что кроме вот данного коуча мы уже больше, ну, вариантов не видим никаких, да? Вообще мотивация является зарплата, ну, по крайней мере, для меня. Ну, нет. Нет, это, в общем, ну, тоже, это уже довольно много об этом спорили. Это правда, во-вторых, все-таки... Зарплата мотивации, но этого мало. Очень много крутых бизнес-структур, да, компаний регулярно вызывают каких-то коучей, там, ежемесячно, ежегодно, несмотря на высокие зарплаты. Умеют люди участвовать в обсуждении, вот, например, Ольга в связи с этим коучингом со стороны Ника Вычича задается вопросом на сайт, говорит, Москва. Можно говорить о Боге, если его нет? Действительно. Действительно. А мы вам не предлагаем говорить о Боге. Мы сейчас не об этом. Деньги качают из людей благодаря несчастному, пишет 561-й. Это вот вы несчастному рассказываете, и я так подозреваю, что с его точки зрения вы более несчастны, это совершенно точно. И 864-й о деньгах говорит. Тренинг в одной госкорпорации для руководителей 3-5 лекций оплачивается в 400 тысяч рублей. Вот такие вот истории. Ну и Аверон, представляю, пишет, как будут проводить конкурс по ФЗ-223 по коучингу для ВЭБа. Выиграет какой-нибудь ООО «Рога и копыта» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Что за бред, пишет он, он не понимает. А 67-й пишет. Человек вложился в эффективность своих сотрудников. И это вызывает волну гнева. Обновил вы рабочий автомобиль примерно за ту же сумму, все бы приняли как должен. Есть в этом, да, своя правда. Информационный выпуск. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. В 10.30 в столице в студии. С новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. В пригороде Махачкалы силовики ликвидировали трех боевиков в ходе штурма. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах. На месте спецоперации в поселке Ленинкент обнаружены тела трех мужчин. Один из них предварительно опознан как Камиль Магомедов, 86-го года рождения. Ликвидированные боевики входили в Махачкалинскую бангруппу. После того, как они открыли стрельбу по силовикам, был введен режим КТО. Операция началась накануне и продлилась до вечера. С утра дом проверили взрывотехники, потом к работе приступят следователи. Правительство Армении обсудит вопрос о закупках российского оружия. Речь идет о заключении договора о предоставлении военного кредита в 200 миллионов долларов. Деньги предполагается потратить на оснащение армянской армии современным оружием. Правительство страны примет решение и поручит министру финансов проследить за исполнением обязательств. Расчеты будут вестись между Центральным банком Армении и российским ВЭБом, передают РИА Новости. Задавший вопрос Владимиру Путину строитель космодрома Восточный арестован. Об этом Антон Цюришев сообщил корреспонденту новой газеты через СМС. Мужчину задержали вечером 13 апреля в Уссурийске. Он находится в изоляторе временного содержания. По предварительным сведениям, его пригласили в участок для беседы, а потом оформили протокол за то, что он использовал нецензурную лексику в общественном месте. Арестовали его на пять суток. Газета «Коммерсант» в марте писала, что сотрудники Тихоокеанской мостостроительной компании, где работал Цюришев, планируют организовать протестные акции на годовщину обращения к президенту. Антон Цюришев в 2015 году рассказал Владимиру Путину о том, что строителям не платят за работу. Деньги не выплатили до сих пор. На начало марта ТМК должна своим сотрудникам 117 миллионов рублей. Управление ФСИН Дагестана объяснило лайк видео из Дома-2 взломом твиттер-аккаунта. Минувшим вечером на официальной странице ведомства появилось несколько записей, в которых владелец профиля нажал кнопку «Мне нравится» под провокационными роликами на Ютьюбе. Цитирую. «Твиттер-аккаунт у ФСИН России по Республике Дагестан действительно был взломан. С трудом восстановили доступ к аккаунту и удалили всю ненужную информацию. Мы приносим извинения перед своими читателями», сообщил «Радиостанция Говорит Москва», руководитель пресс-службы ведомства Амирхан Гасанов. По его словам, аккаунт был временно заблокирован в целях установления соответствующего уровня защиты. Алтайский губернатор предложил изобразить памятник Шукшину на новой купюре ЦБ. Монумент расположен на горе Пикет в селе Стростки и считается одним из символов Алтайского края. Там проходят всероссийские шукшинские чтения и кинофестиваль. Губернатор региона Александр Карлин сообщил ТАСС, что кроме этого памятника можно на новой купюре изобразить белокуриху. Глава Центробанка Эльвира Набиулина ранее заявила, что в 2017 году в оборот введут банкноты номиналом в 200 рублей и 2000. Дизайн пока не определен. В завершении выпуска курс валют по Центробанку на сегодня доллар стоит 65 рублей 77 копеек, евро стоит 74 рубля 66 копеек. И сообщение с пометкой «Срочно». Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Верховной Раде с просьбой принять его отставку. Подробности слушайте в следующих выпусках. О погоде по данным Гесметио в Москве сейчас 10 градусов. В течение дня облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до 18 градусов. После шести вечера ожидается небольшой дождь. На этом пока вся информация. Евгения Волгина. Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Сегодня мы вновь возвращаемся к теме недвижимости. Обсуждаем ценовую динамику на рынке. Ожидается ли традиционный рост цен в текущем сезоне. И у нас в гостях генеральный директор агентства недвижимости Простор и президент гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сергей, вот расскажите о настроениях на рынке недвижимости. Что происходит сейчас в данном сегменте? Ну, рынок недвижимости жив, он пережил все кризисы. И более того, он сейчас активный, как ни странно. То есть, несмотря на то, что, конечно, люди обеднели, но, тем не менее, рынок-то активен, сделок совершается много. А сейчас наступает весенний-летний сезон, и сделок будет еще больше. В целом, у недвижимости хорошее состояние, кризис пережит без стрессов, не было ни резких обвалов, ни каких-то резких подъемов цен, и рынок просто показывает стабильность. Он остается тем рынком, где надежно, вот это главное, можно и нужно решать свои жилищные вопросы вне зависимости от экономической ситуации. Каждый день сделки и по продаже проходят, кому деньги нужны, и по покупке проходят, кому-то нужна новая квартира, и по обмену. Конечно же, сейчас вообще хорошее время менять одно на другое. Ну вот сейчас преобладает такое мнение на рынке, заметили покупатели, кстати, что цены сейчас падают, и люди вот ждут, что цены будут падать еще, и недвижимость будет дешеветь. Ожидать ли вот там традиционный сезонный рост все-таки? Дешевле уже не будет. То есть, смотрите, вы правы в чем. Действительно, в экономической ситуации каких-то предпосылок для роста цен пока нет. И, конечно, очевидно, платежеспособность населения упала, это факт. Люди на всем экономят, на туристических поездках, на еде. Сейчас даже, посмотрите, опросы стали экономить. То есть, понятно, что денег стало меньше. Но, с другой стороны, я вас удивлю, уже, смотрите, с марта цены изменили свой тренд и начали расти. Если в конце прошлого года они еще падали, в начале этого года они стояли, сейчас начался медленный рост. Он не будет сильным, он будет медленный в пределах инфляции. Поэтому, уважаемые слушатели, в любом случае не ориентируйтесь на какие-то среднеценовые показатели. А если вам интересует стоимость вашей квартиры или есть какие-то планы что-то сделать с недвижимостью, продать, купить, обменять недвижимость, я рекомендую просто начать с бесплатной консультации у профессионалов. И наши эксперты в агентстве недвижимости Простор всегда проконсультируют вас и о цене вашей недвижимости, и о технологиях подобных сделок. Просто звоните по телефону горячей линии в коде 495, это 921-4901. 921-4901, это наша горячая линия. Звоните, консультируйтесь бесплатно у вашей ситуации. Сергей, спасибо за интересную беседу. Я напомню номер телефона агентства Простор, это 921-4901, код Москва-495. Консультируйтесь бесплатно, 921-4901. Телеканал 360 ищет репортеров среди зрителей. Установите на смартфон специальное приложение и ждите заданий. Если снятые вами кадры попадут в эфир, получите гонорар. Репортер 360. 17+. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этот четверг после 12 часов. В эфире «Говорит Москва». Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Каждый день, кроме воскресенья, после 11. Хотите денег? Учитесь. Право знать, говорит Москва. Объем. Обзор прессы. На дорогах Москвы в июне будет установлено еще 60 камер, фиксирующих скорость и передвижение мотоциклов. В итоге их общее количество в столице увеличится в 2,5 раза. Сейчас на дороге установлено 40 таких камер. Они отслеживают скорость передвижения мотоциклов, выезд на выделенную полосу и на обочину. Кстати, в Лефортовском тоннеле начался пилотный проект по фотофиксации автомобилей с выключенными фарами. Эксперты зафиксировали массовый отъезд молодежи из малых городов. Это материал в РБК. В удаленных малых городах после школы намерен остаться только 4% выпускников. Три четверти уверены, что переедут родные города, не могут дать им желаемое образование и обеспечить нормальную оплачиваемую работу. Но читайте в статье, почему так происходит и как на это повлияло ЕГЭ. Аргументы и факты пишут про тотальный диктант и про то, как к нему подготовиться. Пройдет он 16 апреля. В материале также можно найти ролики тотального диктанта, которые подготовлены в 2016 году. 10.38 – это был обзор печати. Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 апреля. Дорек Норра, доброе утро. Юрий Буткин, доброе утро. Где Доренко? Доренко уже, наверное, в гостином дворе. Он готовится задавать вопросы Владимиру Путину? Да, конечно. Сегодня с 12 до 15 у нас в эфире слушаете «Прямую линию». Да. И Сергей Доренко сегодня отправился туда. Заходить надо рано, готовиться надо долго. Поэтому он сегодня просто не мог выйти. Во время эфира ему надо было отправляться в гостиный двор. Да. Совершенно точно. У меня к вам страшная новость. Я не хотел этого говорить, но я должен это сказать. Что, Юрий? Я уже сама боюсь. Лохнесского чудовища нет. Ну, не надо. Все. Значит, смотрите. Sky News объявляет руководитель Лохнесс Проджект Адриан Шайн. Проект, который с 1973 года пытается доказать или опровергнуть существование Лохнессского монстра. Лохнессского чудовища, говорят, в прошлом году даже обнаружили на дне озера ущелье, где может скрываться Несси. Потом взяли специального робота. Запустили его в озеро. Так. Нет не только следов чудовища, но даже следов ущелья. Они плохо ищут просто. Короче говоря, все. Официально объявлено Лохнессского чудовища не существует. Правда, до дна озера тяжело просматривается. Очень много подводных склонов. Вот именно. Довольно много торфа. Вот именно. Все. Я плавала по Лохнессскому чудовищу, хотела сказать. Степан из Вайтрана. А вообще-то уже давно известно о том, что нет. Не надо. Степан из Вайтран. Пожалуйста. Вот не нужно вот это все. Вот до этого это были разговоры. А теперь, знаете, это уже почти заявление Лохнессского чудовища. Я не верю. Это какие-то британские... Да, я была. Рассказывала. Я на кораблике плавала. Вглядывалась, какие-то камни торчат. Я думала, а Несси или не Несси? Ну, в общем, красиво там, правда. Вот. И без Лохнессского чудовища, в принципе, стоит туда съездить и посмотреть. Пусть приедут на Лабынкыр в Якутию, пишет Леонид. О, еще можно на Байкал, еще можно на Иссыкуль в Киргизию. И вообще много куда можно съездить. А Таникота... Нет, подождите. Багира – женщина, Несси есть, остальное – враги. А вот есть люди, которые не хотят видеть правду. Сергей мне сломал детство, рассказав, что Багира – это мужчина. А про Саву вы говорили? Про Саву. Ты знаешь про Саву? Так, сейчас... Подожди, сейчас... Нет, мы не говорили про Саву. Сейчас что-то... Винни-Пух и все-все-все. Ты знаешь? Да, 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 обсуждали. Сава – мужчина. Все, ну все. Мне сломали детство, понимаете? И настоящее, и будущее. В общем, не знаю, как теперь жить. 184-й пишет, да, Анна пишет, что фотографии Несси фигня. Слушайте, Анна, вот смотрите, это очень просто про фотографии Несси. Да, я выкладывала в Инстаграме фотографии Лох Несси. Вот у нас есть даже... Да, у нас есть человек, который выкладывал фотографии Несси, понимаете? Да. Так вот, это очень просто. Вы говорите, фотографии Несси. Конечно, фигня, потому что фотографии старые. Проверите, откуда они взялись, мы не можем. А у нас есть озеро, ну вот нынешнее. Там нет никаких следов, понимаете? Вот они говорят, робот прошел, следов нет. Что еще надо? Какие фотографии? Понимаете? Я не понимаю совершенно. Нет, вы понимаете, что наделали, лишили криптозоологов и турфирмы в Шотландии заработали. Это не мы. Вот не надо к нам, 138-й к нам, не нужно этого. Это Лох Несс Прочект, это Адриан Шайн, пожалуйста. Это к нему все вопросы. А там вообще, кстати сказать, да, уже посчитано 60 миллионов фунтов в год. Да, да, 60 миллионов фунтов, правда. Дарья, утенок неродная дочь черного плаща. Спасибо, спасибо, Степан. Я бы на месте Дарьи, конечно, не благодарил Степана за эту страшную правду, но... Это смешно, да. Фроги пишет, а еще инопланетян нет. Ну да ладно вам, все, ну вы какие-то все скептики и вообще не романтики, ничего у вас нету человеческого. 680-й пишет, действительно, откуда следы у Лох Нессского Чудовища? Оно же плавает, да. Действительно. Слушайте, а вот с вашей... Лох Несское Чудовище не единственное, про которое вот так вот говорят, то ли есть, то ли нет. Ну вот как бы... А вот есть еще что-то, что вы готовы вот так вот взять и развенчать? Дед Мороз. Ну это уже ладно. Ну, Дед Мороз, мы знаем этого актера. Ну да. Ну, конечно. Про Деда Мороза-то она гусена, а не утена. Уверен, 638. Ну это уже ладно, это мелочи, мы все поняли. А вы сейчас о чем разговариваете? Вот я даже зачитывал, вы сейчас о чем разговариваете? Утина история. Что это такое? Юрий, ну хорошо. Я мимо проходил, я... Это не ваше детство, это наше детство, да. Да. Так, что с Телеграмом? Телеграм работает, просто у нас какая-то сегодня история странная с Телеграмом. Черный плащ. Нет, не помню. Все знаю, все знаю. Я делаю вид. Вот, естественно, я все понимаю. Вот. Слушайте, у нас с Телеграмом есть проблема. Дело в том, что он превратился в какой-то странный Телеграм, и мы не можем ему вернуть прежний вид. И поэтому теперь он очень крупный. И мы... Вот я сейчас зашел и смотрю на Дип Медуз. Вот он нам написал только, что как неродная? Вот. Ну, человек плачет по этому поводу. И много этих людей. Но для того, чтобы прочесть каждое сообщение, я должен выйти из старого, открыть, потом найти нужное сообщение, войти в него. Это очень долго. Это технологически невозможно. Существует ли снежный человек? Вот еще остается неотвеченный вопрос. Это, кстати, благодаря Телеграму, мы видим, об этом спрашивает Анатолий. Да, это пока еще вопрос. Кстати, мы все путаем, мы уже все забыли. Не утина история о черной плащ, да, там, не гусеное, не утеное. В общем, ладно, мы все поняли, о чем речь. Нет, ну, скрут шмакдак был, это правда. Да. Скрут шмакдак был. Он существует. Денежки были, и все, это да. Йети остается под вопросом. Да, действительно, получается, что вот реально еще то, о чем можно как-то говорить, ну, а вдруг и правда есть. Ну, это вот они. Про драконов еще. Не, ну, следов драконов мы так и не нашли. Ну, да. Да. А вот снежный человек вроде как... Какие-то археологические данные есть, что-то такое. Слушайте, мишки гамми и сок ягод гамми, это разные вещи, а ягоды не гамми, а как они там называются? Годжи. Да, Годжи, Годжи. Ягоды Годжи. Ну, конечно. Чип и Дейл. Чип-чип-чип-чип и Дейл, да. Молодец, хорошо, пошла. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так, вот у нас здесь есть человек, нам звонит человек, который видел сатану. О-о-о-о, да. Нет, давайте... В следующий раз поговорим. Да, когда-нибудь слушаем вас, здравствуйте. Алло. Прошу. Алло, здравствуйте, Юра, здравствуйте, Сударя. Добрый вечер. Мне кажется, надо проверить воду в озере на наличие, вот там рыбы там существует, как бы, да, там и другие... Зачем? И вот на наличие жизнедеятельности вот этих существ, которые там существуют в этом озере. И что тогда будет? Ну, если там обнаружится иное что-то неизвестное, вот тогда это будет уже ясно, что-то за нас все-таки существует. Ну, понятно. Ну, я так думал, что вот в сообщении как раз и прошло то, что они исследовали дно, исследовали, и ничего не нашли. Поэтому, мне кажется, они уже прислушались к вашему совету, но потерпели. Ну, Несси просто хорошо прячется. Короче, только Йети остается. Судя по тому, что наши слушатели пишут, не утиные истории... Вы еще скажите, что Дилли, Билли и Вилли не родные племянники Скруджу. Да, вы еще скажите, что хоббитов и эльфов нет. Не врите в прямом эфире, пишет Роман, да. Не, ну мы поэтому и не говорим. Есть же какие-то очевидные вещи. Вас противно слушать, пустословы. Несси здесь, пишет Алексей Врач, у него есть видео. А, ну, прекрасно. У вас, Алексей, вы забрали Несси? Он забрал Несси из Лохнессского... Куда? Из озера Лохнесс. Я не знаю, он пишет, Кенни не умер. Все, все. Такими темпами дойдет и до бога. Нет, роботы не нашли, 536-й. Ну, нет, на самом деле человечество пытается двигаться ровно в этом направлении. Чтобы в какой-то момент, ну, как мне кажется, вот эти вот придумки с роботами, они вот ровно для этого. Для того, чтобы сказать, мы исследовали всю вселенную. И нет там высшего разума. И следов высшего разума нет. Ну, что-то подобное, как мне кажется, даже, может быть, не проговаривая, ученые где-то держат, где-то... Да. Еще миф об американцах на Луне скоро пойдет, уверен, 433-й. А у нас Лукашенко. Да, у нас Лукашенко, это правда. Точнее, Лукашенко не у нас. Он, да, он где-то там... Он в Стамбуле. Где-то в Турции, да. Президент Белоруссии встретился с Реджепом Таипом Эрдоганом в Стамбуле, заявил, что власти двух стран должны актуализировать повестку дня и откорректировать дорожную карту отношений. Своё заявление глава белорусского государства, я цитирую Пария о новостях, сделал во время состоявшейся вчера встречи с президентом Турции. Настал момент активизировать сотрудничество, актуализировать повестку дня и корректировать дорожную карту отношений. А почему Белоруссии и Турции надо корректировать дорожную карту отношений и активизировать сотрудничество? Потому что место осталось свободным, что ли, от Российской Федерации? Не знаю, я плохо в этом раздражаю. Я так поняла, что это поиск новых маршрутов. Я правильно понимаю или о чём-то другом речь? Что такое дорожная карта? Турецкие инвестиции в Белоруссию. Ну, в Россию не могут. Пожалуйста, Белоруссия. Значит, что ещё там у них в этой дорожной карте? Где оно? Где-где-где? Я же только что читал вот это вот. Да, более активное взаимодействие в сфере туризма. Где туристы из Российской Федерации? Могут приехать белорусские туристы. В том числе путём интенсивности, увеличения интенсивности авиационного сообщения между двумя странами. Где российские самолёты? Полетят из Минска? Да. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Такое замещение, да? Не сказать, чтобы импорт. Как это назвать-то вместо импорта замещения? Российская Федерация замещения. Замещение, да. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу. Я приветствую то, что Лукашенко интегрируется на Восток, с Турцией. Давайте вспомним Россию. За эти 20 лет что произошло между Турцией и Россией. Мы, граждане России, открыли глаза океаном. Ездили. Вот сколько лет уже путешествовали. И бизнес многих русских в Турции осталось. Я думаю, что Путина не стоило вот так огломиться с Турком. Именно народу. Есть с президентом два отношения. Нужно решать скорейшие шутки. Потому что у нас сейчас с Арменией обостеряется. То есть, арбажанцы. Россия, это основная главная судья в этом вопросе. Я думаю, что нужно наладить отношения в том числе сур. Все, все, молодец. Все правильно делает Лукашенко. Юрий пишет, Лукашенко все делает в противовес Путину. Так кажется Юрию. Не Путину, а политике Путина. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я хочу вот вопрос задать Дарье. Спасибо. 73-73-94-8. А он сейчас задает. Между прочим, тебе вопрос где-то. 73-73-94-8. Про Лукашенко. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а вот недавно была информация, что он Белоруссии дадут кучу денег. Может быть, просто отрабатывает потихоньку. Сегодня он одно говорит зато, другое. С ним это нормально. Нет. Ну, то есть вы к этому относитесь как к тому, что человек работает, отрабатывает чьи-то деньги. 100%. Я в этом уверенном регулярно так делают. Мы даем, нам отрабатывают. А тут дали не мы. Я понял, спасибо. Да, да, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Это Алексей Врач. Вы знаете, идеи Лукашенко по ассоциации экономической с Турцией будут поведены такими же, как и его ассоциации с Китаем. Когда Китай предложил ему построить огромное количество заводов на его территории, то одним из условий было переселение китайских рабочих на эти территории. То же самое будет сейчас. Только вместо турецких рабочих туда пойдут беженцы из Сирии и ближайших стран. Вот это одна из идей Эрдогана. А у Лукашенко идея одна. Ему нужно срочно формировать бюджет и сохранять то, что есть сейчас. Вот он и торгуется с турками, чтобы Россия это видела, что не только Россия, его партнер нет. Не знаю, это ваша теория. Хорошо, Харьковчанин пишет, думаю, что теперь через Белоруссию пойдут санкционные товары из Турции. Мне кажется, что наши специалисты уже научились распознавать белорусских товаров. Да, не совсем белорусские. 737394,8. Почему-то многие наши слушатели считают, что вот это прямо целая тема. Что вот это какая-то новость в поведении Лукашенко. И она требует вот прямо вот особенно. Посмотрите, он поехал в Стамбул. Хотя он вообще-то давно говорил, недели две или три назад, что он соблюдает нейтралитет в отношении. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, я думаю, по поводу Турции, вот Владимир Владимирович Путин очень сделал не самый выбор и выход. Вот сбили наш самолет. Что сделал Путин? Запретил апельсинчики и помидорчики. Я думаю, нужно сделать более жесткие действия. То есть разорвать дипломатические отношения. Все фирмы Турции из России убрать. Ну, они пойдут в Белоруссию, да, дальше. Вот. Что касается санкций, которые вот именно... Не, не, не. Обратите внимание, обратите внимание. Мы сейчас говорим не про Путина, а про Лукашенко. Про Лукашенко? Ну, я могу сказать только одно. Лукашенко это двух, как объяснить, у него два лица. То есть, понимаете, нашим и вашим. Ну, то есть... Про него никак нельзя. И он не будет ссориться с Россией. Он соблюдает нейтралитет в конфликте. Просто люди, которые сегодня пишут, почему вы не говорите про Лукашенко? Зачем? Что случилось? Да ничего нового не произошло. Вот почему, собственно, эта тема... Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю радио, говорит Москва. И вот там про Лукашенко. Я считаю, что Лукашенко умничка и молодец. И нашему президенту надо у него поучиться. Ну, только у него, а у него Кадырова. Потому что мы уже совсем завязаны в грязи. В грязи и в яме. То есть надо поехать в Стамбул и договориться с Эрдоганом? Что-что? Ну, вы говорите, надо поучиться у Лукашенко. Поехать в Стамбул и договориться с Эрдоганом. Почему в Стамбул? Ну, при чем не в Стамбул, а поехать в Белоруссию? Так Лукашенко поехал в Стамбул. Ничего, он приедет домой к себе. А, понятно. Ничего, молодец, что поехал. Главное, надо делать так, как он. 7373948, телефон прямого эфира. Да, заслушаем вас. Алло, доброе утро, Максим. Угу. Вы знаете, Лукашенко работает в данном случае на себя. Решает свои вопросы финансовые. Я имею в виду наполнение бюджета Белорусского так, как он может. Это действительно никакая не новость. А вот касательно Турции, вот молодой человек, который перед этим звонил, он не прав. Наоборот, сделали совершенно правильно. И то, что миллион наших туристов не отдохнет в Турции за этот год, это окупает полностью всю операцию в Сирии. Каким образом окупает, объясните. Ну, умножьте тысячу долларов, которые вывозятся в Турцию на отдых, на миллион человек. А окупает-то кому? В смысле, кому? Это луна, которая выходит из страны, а сейчас она из страны уходить не будет. А почему вы решили, что она не будет уходить из страны? Люди поедут в Грецию. Ну, потому что, смотрите, статистика показывает сейчас, вот и по радио, это очень много говорится, и так, если новостную ленту почитать. Вот сейчас уже в Сочи невозможно купить практически билеты на лето. В Ялту, в Крым, вот сейчас уже, я вот сам пытался взять, ничего купить нельзя. Люди, естественно, перетекают от одного места в другое. Ну, понятно, но только в основном перетекают в Грецию, которая подорожала. Ну, понимаете, Греция, которая подорожала. Во-первых, Греция является для России очень важным патологическим партнером. И, например, факт усиления сотрудничества с Грецией, он усиливает российские позиции внутри ЕС. Куда ни кинь, всюду лучше. Я понял, спасибо. Просто действительно так получается, как бы возражаешь человеку, говоришь, так они же не к нам поедут. Они же в Грецию поедут, туда вывезут деньги. Он говорит, так и хорошо, Греция наш союзник и все такое. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте. Да, добрый день. Понимаете, в чем дело? Реально человек, который сейчас поступал, он все посчитал, все так и есть. Деньги останутся здесь. Это первое, второе. Ну, а в Грецию не поедут деньги, все-таки вы тогда объясните. Извините, не расслышал. Но в Грецию деньги не поедут. Те, кто едут в Грецию... Да, та часть, которая поедет в Грецию, вот и геополитически, и по любому другому поводу, это выгодно России. Это первое. Второе. Ну, и что касается Лукашенко, у него действительно есть чего поучиться. Подождите, подождите, нет, подождите. Он работает на свой народ, все остальные слова. Подождите. Это опытный политик, который... Подождите, нет, не хотите, нет. Ну, извините. Я делал все, что мог. На самом деле, очень прагматично Лукашенко поступает. Для российских туристов были хорошие преференции от Турции. Теперь Лукашенко решил своим гражданам сделать похожие привилегии. По-моему, это бесспорная история. Ну, абсолютно. Никто не спорит, хотя вот этот мужчина сейчас, он явно хотел сказать именно, ну, потому что ему не дают. В Греции все есть, даже если там все подорожало, пишет. Люся, мы должны еще поговорить о пробках, но не все же поедут в Грецию. Аншлаг в Крыму и в Сочи уже явно есть. Ну, это правда. А кто тоже об этом спорит, но при этом тоже говорили, что в основном люди переориентируют. Те, которые туда ехали, что, типа, первым делом они в Грецию пытаются поехать. Ну, да. Но часть тех, кто ездили в Турцию, все-таки как-то перераспределились по курортам Краснодарского края. Знакомые приехали из Греции, там нельзя отдыхать, кругом мигранты, даже на пляжах 183-й. 596-й собирается все равно ехать. С 30 апреля по 10 мая 63 тысячи рублей на двоих с билетами. Отель 4+. Еду с семьей с 5 июня в Ираклион за 250 тысяч. То есть человек дважды поедет в Грецию. Покажите мне хоть, Адель, в Сочи, хоть один, где я могу, прямо сейчас не смогу забронировать номер на лето, требует Юрий. Денис 666-й. Да вы слушайте же, говорит, русский юг забит, нет билетов. С чем вы спорите, какая Греция? Как будто бы, то есть, если российский юг забит, то Греция обязательно свободна. Разговор о пробках на московских дорогах у нас еще полтора минуты. 5 баллов это сегодня традиционная история. 5 баллов было и 2 часа назад, и час назад, и сейчас тоже 5 баллов. Движение плотное, главная пробка новая образовалась. Она образовалась где-то в районе Котельников, в районе Белой дачи. Там несколько сразу аварий. Начинается, попадаете в эту пробку вы в районе Носовихинского шоссе. Где едете? 7373-94-8. Слушаем. Алло, доброе утро, Юрий. Здравствуйте, Даша. Еще раз, это Фрог. Здравствуйте. Варшавка в центр стоит от Нахимы. Я скачал на Ремезово и Нагорную, очень бодро обскакал, выскочил перед жизнедорожным кольцом. Рекомендую. Спасибо. Через Нагорную, Варшавку, стоящую, можно объехать, говорит Фроги. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Здравствуйте. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получается. 5 баллов. Слушаем вас. Доброе утро. Алло, где вы? Алло, здравствуйте. В районе Матиш. Внешний МКАД, уплотненное движение. Ехали где-то минут 40. Так что, все нормально. Внешний МКАД, уплотненный в районе Матиш. Слушаем вас. Здравствуйте. 5 баллов. Да, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Андрей. Профсоюзная от Конькова до Новых Черемушек едет отлично. Кроме Махонького, уплотнение перед Наметкино. Махонькое уплотнение в районе Наметкино. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Игорь. Перед Белорусской затор. Всем привет. Слушаем Путина. Да, кстати, через час не забывайте об этом. И там же Сергей Доренко. А это была программа «Подъем». Дарья Кнорин и Юрий Буткин. Всего доброго. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 11 часов столицы в студии с новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. Граждане России направили Владимиру Путину почти 2 миллиона вопросов. Большинство касаются ЖКХ, состояния дорог, пенсионного обеспечения и задержек зарплат. Также людей интересуют вопросы ЕГЭ и внешней политики. Об этом сообщает Россия 24. Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным начнется в полдень по московскому времени. Это будет уже 14-я программа. Радиостанция «Говорит Москва» ведет прямую трансляцию. Посольство России в Армении не комментирует акцию протеста у стен депмиссии в Ереване. Издание «Кавказский узел» сообщило, что у посольства минувшей ночью собрались несколько сотен человек.